Всем привет, кто смотрит это в записи. Меня зовут Хокс, со мной Зерк на стриме. Я расскажу про дефраг теорию в Пейк 3. Начну с самых азов, то есть по стрейфу, по всем пушкам, как и что играется. Кто начнёт? Ну, со стрейфа по прямой, наверное. Тех азов, которые нужны. Да, сам я азов немножко, то есть специально я немножко по худу скажу, что вот стрелки показывают, куда я нажимаю движение, то есть на них нужно очень много смотреть. Чуть ниже прицела моя скорость текущая, то есть я иду, у меня определенная скорость. Ну, вроде бы всё просто, почти во всех играх так оно и происходит. Куда бы я ни двигался, ну вот какая-то ограниченная скорость. Конкретно 320 это, в принципе, предел. Скорость ходьбы. Ну, да, вроде скорость ходьбы вот на земле именно. Да, но есть способ набирать эту скорость больше. То есть, сейчас об этом и поговорим. То есть, есть такой худ специальный, который показывает, есть определенные зоны, которые появляются на скорости 320. Которые, если я попадаю, то моя скорость будет наращиваться. Ну, в принципе, я лучше не буду не в игре показывать, а в ПДМ, чтобы было лучше понятно. Ну, чтобы я мог остановить, потому что, ну, нужно показывать именно мышкой. В общем, если коротко, есть определенные зоны, куда нужно наводить прицел в момент прыжков. В зависимости от того, в какую сторону ты поворачиваешь прицел. И во время каждого прыжка прицел должен находиться в определенной зоне. Хокса скажет, как нужно вести и держать прицел, в какой момент и во время какого поворота мышки. Давай начнем с первых прыжков. Ну, я немножко сначала по, наверное, все-таки по словам, то есть, значениям термина. То есть, есть, значит, вектор скорости. Что это такое? Это куда я двигаюсь. Куда я двигаюсь показана вот этой вот стрелкой. То есть, вот эта вот стрелка показывает, куда я сейчас на данный момент направляюсь. То есть, дальше есть прицел, то есть, ну, мой прицел. И есть вектор тяги. Тяга, это, тягу я создаю, мы это, например, прицел... Прошком. Кнопками. Кнопками. То есть, если я направляю вперед и вправо, например, чисто вперед, я создаю тягу вперед. Если направляю вперед и вправо, то я создаю тягу, мой прицел плюс 45 градусов. То есть, все очень понятно, да? Пока. Ну, пока да. И теперь, если я направляю свой прицел вот в эту вот зону акселерации, это называется зона акселерации. Сама эта полоска вообще называется HUD, газ-худ. Нет, HUD это вообще все, именно данная полоска, да. Как ее включить командой? Напиши на экране, чтобы было видно. Какой командой включается эта полоска, которая позволяет понять, куда тебе держать прицел при стрейфе? Это F, нижнее подчеркивание HUD, нижнее подчеркивание cgas, 13. Да, команду создал cgas, поэтому, собственно, и называется cgas. Ну, именно газ человек. С таким ником. Так, теперь, вот я направляю, значит, свой прицел в эту зону и тягой создаю... Ну, тяга дает мне ускорение. Вот, скорость растет. Прибавляются циферки вот к основной скорости. Коротко говоря, скорость растет тогда, когда прицел находится в этой зоне акселерации. Вот именно в этой зоне. Если прицел будет левее от светло-зеленой линии во время каждого прыжка, скорость расти не будет. Растет она только в этой области. Если она находится в этой, то не растет. Если вот в этой, все растет. А светло-зеленая полоска, это уже как бы граница. Там, по уменьшению. Здесь еще есть темно-желтая такая, тоже я не видно здесь уже. Чем больше скорость, тем эта зона становится меньше. То есть, если я сейчас с самого начала покажу. Поувереннее. Не на экзамене. Ну, надо просто... Я не проговаривал все эти слова, поэтому с мыслями тяжело собраться. Все-таки теория. Степенно, не спеши. Значит, на скорости 460, например, зона очень большая. И поэтому... Как бы... Сейчас еще. Почему растет скорость? Нужно все-таки объяснить. Не просто так вот, что пал туда и растет. А почему растет именно математически еще. Почему? Математически происходит следующим образом. Именно правило сложения векторов. То есть, есть вектор скорости. Он направлен куда-то туда. Есть вектор тяги. Он направлен сюда плюс 45. И угол между векторами определенный. И векторы складываются. Сейчас я лучше покажу. У нас будет очень много чего умного. То есть, есть один вектор, да? Есть другой вектор. И как они складываются? Ну, то есть, вот из этой точки, да? Грубо говоря. Они... Вот, лучше всего. То есть, вот один вектор, вот другой вектор. Они складываются как? Так, сложением. То есть, один прибавляется сюда. И получается результирующая чуть длиннее. Соответственно, вот моя скорость. Сколько там? Например, вот сейчас 699. Переключил. 699. И плюс какой-то тяга. Это тоже определенный вектор, который прибавляется и как бы увеличивает общую результирующую скорость. И при этом вектора они еще сдвигают себя. То есть, если я нажимаю вперед-влево, то меня тянет влево. Блин, сейчас переключу. То меня тянет влево. Если я вот сейчас направляю вперед-вправо, меня тянет вправо. И поэтому движения вот так и получаются, что в одну сторону направляешь, тебя сносит немножко в одну сторону, потом в другую. Вот приглядитесь, то что модель вообще двигается по центру. Но когда модель слишком сильно заносит влево, она начинает двигаться вправо, так как уже тяга проходит, получается, эту зону, в которую тебя занесло. Ну, грубо говоря, как простой занос. То есть, если на машине начинаешь дрифтовать сначала чуть влево, чуть вправо, ее сначала в одну сторону нанесет, потом в другую. В зависимости от того, в какую ты руль выкручиваешь. Вот здесь то же самое абсолютно. Почему я это рассказываю именно так подробно? Потому что я все-таки хочу дальше объяснить про снапинг. Дело в том, что вот эти вот, как я складываю вектора, то есть, сейчас вам, то есть, есть один вектор, есть другой. Но где этот вектор? Этот вектор, по идее, направлен, ну, куда мой прицел, плюс 45 градусов, правильно? То есть, но, игра Quake, это все-таки, она 99-го года, когда интернет еще был довольно-таки слабый. Тогда все на модемах играли, да? И, соответственно, нужно было оптимизировать интернет-поток. И поэтому, не просто координата с конкретным прицелом передавалась, а передавалась округленная координата. То есть, это округление происходит по снап-зонам. То есть, если, то есть, вот мы видим какие-то зоны, то есть, например, если я располагаю свой прицел от этой границы до вот этой границы, то у меня получается, что это одна зона, и как будто бы мой вектор тяги направлен не сюда, а вот ровно по центру вот этой зоны. Если я направляю вот в этой зоне, то же самое здесь. Если от этой границы до вот этой границы, то мой прицел как будто бы здесь. То есть, абсолютно неважно, направлю я прицел сюда, сюда, сюда или сюда. В любом случае, если я попадаю в цегаз, скорость растет. Если я попадаю вот от этой границы до вот этой границы, то моя тяга расположена вот здесь. Соответственно, если я перемещу прицел не вот здесь, например, буду находиться, а вот здесь, то моя тяга будет находиться уже здесь. И, соответственно, угол между векторами будет намного больше, тупее. Представьте себе, вектор один направлен вперед, а другой вектор назад. Они просто друг друга поглощают, уничтожают. Соответственно, скорость становится почти нулевой. Поэтому, чтобы получить оптимальную скорость, нужно именно располагать прицел от в зоне цегаз от самого начала до ближайшей границы снапхуда. Как можно ближе к салатовой линии? Не, не как можно ближе, в любом месте. Но ты же всегда говорил, что чем ближе к ней, тем лучше она растет. Это тереть, ну да, когда ты не знаешь, что такое снапхуд, то да. Но если мы знаем, что такое снапхуд, то тебе не важно. Либо ты вот вот здесь, вот сюда навел, или сюда, или сюда. Абсолютно не важно. Главное, отсюда до границы. В общем, в первой половине, начиная с той стороны, в которую мы смотрим. Ну понятно, это видно, это очевидно. Хорошо, дальше. Так. Ну, собственно, теперь можно будет посмотреть по демкам. Как вообще происходит распрыжка? Да, как происходит распрыжка? Это моя карта, была сделанная буквально за час, очень давно. Специально делал ее короткую, чтобы на ней можно было научиться распрыгиваться в первые 12 секунд. Вот хотел сделать 10, но потом сделал 12, и уже не стал переделывать. Для начала я набираю максимальную скорость на земле. То есть, нужно, ну то есть, я веду по чуть-чуть скорость, и как бы набирается до определенной степени. То есть, на земле я могу тоже набирать эту скорость, но при определенной силе движения мышки скорость перестает расти. И она достигает определенного размера, порядка 490-80, и тогда уже нет смысла на земле набирать скорость. Тогда я нажимаю прыжок. Вот, нажал прыжок. Теперь, что я вижу. Что дальше происходит после этого? Теперь, моя скорость, она как бы вот по кругу двигалась, моя скорость вот она здесь направлена. Тяга находится вот отсюда, досюда, то есть, тяга вот здесь по центру. Соответственно, главное, мне держать прицел от этой границы до вот этой. И главное, в цегазе. То есть, держу, держу максимально. И я знаю, что сейчас, как бы цегаз выходит уже за эту зону, я должен двигать прицел максимально вот с этой вот границы. В зависимости от скорости, зона цегаза, зеленая, полностью зеленая, она смещается и ужимается. Чем больше скорость, тем она становится уже. Да, то есть, сейчас я перешел уже в следующую границу. Теперь моя тяга находится вот здесь. И я понимаю, что вот эта зона цегаз будет сюда двигаться. Соответственно, я уже заранее подвигаю прицел вот именно ближе к этой границе. Вот. Тут уже, грубо говоря, совсем маленький градус, да, буквально в пикселе. И поэтому уже тяжело прицел держать абсолютно точно. и мой прицел уже находится не здесь, да, я уже просто для сохранения лучше всего держу уже на следующей зоне. Чтобы мало ли не выскочил. Потому что если я прицел вот выскочу вот здесь вот будет, да, скорость уже не будет расти. Ага. Вот. Плюс эти зоны они еще добавляют небольшой бонус. Маленький. Поэтому, ну, по скорости. Чем дольше ты прицел держишь в этих зонах, тем лучше пропорциональнее скорость твоя растет. У тебя еще немножко, у тебя сильнее в бокс вносит, а при этом фронтальная скорость также большая. Вот. Выдерживаю опять же в этой зоне. И все. Перешел в следующую зону. Теперь мой тягость находится уже здесь. И так, промотал немножко. Сейчас. Ну, я не могу бесконечно двигаться влево, да, потому что все-таки прямая ограничена, здесь можно вылететь уже. Поэтому я должен возвращаться вправо. Но, если я, например, сейчас, вот в данный момент вернусь вправо, то, сейчас я покажу. Если бы я заранее повернулся вправо, то моя цега-зона находилась бы здесь. Чтобы этого не было, то есть здесь не очень выгодно наворачивать скорость, а выгодно наращивать вот здесь. Ну, то есть чем меньше зона, соответственно, тем больше скорость. еще, кстати, есть такая команда, которая показывает конкретно сколько моя скорость, то есть графически. То есть размер красной полоски это сколько прирост юнитов в секунду. упс есть скорость дифрага измеряется тремя значениями километра, мили и упсы. Упсы более точные, это трехзначное значение, мили это мили, а километр километра двухзначные. Соответственно, сейчас чем будет меньше эта зона, тем больше будет расти красная полоска, тем больше ускорения, то есть полоска показывает сколько конкретно я сейчас как много юнитов добавляю к своей скорости. вот она растет на глазах, растет, 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 и вот сейчас когда совсем маленькая зона, она очень большая, да, а сейчас я перейду в следующую зону, и что произойдет, оп, она уменьшилась, то есть она вот уже стала намного меньше, но так как она была бы еще меньше, если бы цегаз начинался отсюда, и поэтому я нажал кнопку вперед, перетянул немножко дальше, чтобы от ближайшей зоны цегаза, начало цегаза до ближайшей снабхуда стало меньше, расстояние и поэтому дается больше скорости. Ну, а дальше только остается поворачивать в принципе. Ну, в принципе здесь все пока стандартно, но чем дальше скорость увеличивается, меньше уменьшается цегаз, причем он уменьшается начиная от этого, то есть все меньше, дальше, дальше, дальше становится, и поэтому скоро вот это вот начало прыжка до следующего, она уже будет совсем исчезать. С какого момента она будет исчезать? Примерно 1250. вот если я сейчас прямо поверну направо, то есть вот сейчас я жму вперед влево, если я сейчас нажму вперед вправо, то моя зона она будет ну, в конце уже маленькая просто вылечу за зону и скорость я не получу, поэтому что я делаю? Я после того, как я закончил уже завершая прыжок, я нажимаю кнопку вперед просто и оттягиваю вектор скорости вбок, влево, чтобы цега зона сместилась немножко мне влево. Буквально чуть-чуть и дальше я уже опять стрейфлю. То есть опять же я грубо говоря оттянул, да, если бы я не оттянул мне бы начиналось бы отсюда, я бы просто вылетел, поэтому я нажал немножко оттянул опять же вот под конец опять же нажимаю кнопку вперед но так как скорость становится еще больше то соответственно и цегас отдаляется и соответственно мне нужно еще больше удерживать кнопку для начала это буквально совсем чуть-чуть буквально 1-2 фрейма потом 3-4-5 это увеличивается да все-таки про фреймы еще не сказал что фрейм это 1-125 секунда то есть 0-0-0-8 да то есть 0-0-0-0-0-8 нужно продержать буквально 2 фрейма кнопку вперед это значит что нужно продержать 2-0-0-0-0-8 и потом увеличивать это примерно значение на 2 фрейма каждый раз слушай а мы можем знаешь что сделать для интерактива после того как ты покажешь я пробегу карту и мою демку посмотришь какие я делаю ошибки ну можно отлично будет да здесь я показываю практически идеальную демку ну вот здесь кстати еще зона закончилась да и кстати вот что интересно еще если я нахожусь вот в этой маленькой зоне меня вот вперед тянет тоже хорошо но влево немножко больше и поэтому мне в принципе сейчас нужно отжимать кнопку вбок чтобы вперед ну оттягивать себя и поэтому наоборот мне выгодно даже в этой маленькой зоне прострейфить чтобы меня оттянуло влево дополнительно и скорость здесь приличная поэтому держу до максимума и все вот теперь нажимаю кнопку вперед оттягиваю опять же переношу сюда и опять же размер цигаза вот примерно вот такого размера то есть пока я долечу до следующего прыжка у меня вот эта зона она успеет дойти вот до этой границы и под конец я еще немножко еще использую вот этой зоной и еще рассчитываю чтобы успеть себя оттянуть дополнительно кнопкой вперед все опять же опять же зона такого же размера и под конец все то же самое будет конец уже приходится очень долго держать кнопку вбок вот можно так прикинуть очень даже прилично а что если не задерживать вперед кнопку при скорости выше 120 км в час ну тогда ты просто попадешь в следующую снабзону а там уже скорость не будет расти просто вектора когда находятся далеко друг от друга то толку от этого мало еще еще один такой нюанс это время ну очень простое понятие это как быстро поворачивать мышку влево вправо то есть представьте себе ну вот мне нужно например повернуть мышку я вот стрейплю в одной зоне передвигаю мышь в другую зону но пока я передвигаю мышь где находится прицел в зоне где скорость не растет и соответственно мне очень невыгодно что я здесь нахожусь следовательно мне нужно как можно быстрее переместить мышку в следующую зону то есть буквально рывком то есть я посмотрел ну как играют профессионалы например да они ну вот насколько ты можешь максимально двигать мышку максим ну насколько быстро да примерно я прикинул что пока скорость не растет это примерно 10 фреймов ну 10 11 12 13 край вот более слабые игроки они не очень понимают как эту физику да они там 20 фреймов делают даже больше соответственно у них меньше времени пока они держат в этой зоне соответственно скорость растет меньше и время выходит соответственно скорость так как меньше то и на финиш они приходят больше то есть один из таких нюансов но есть еще такой нюанс ну как бы так как в конце прыжка я нажимаю кнопку вперед оттягивая себя то мне в любом случае не так важно что я сейчас ну не нахожусь в зоне то есть вот в этот момент именно как бы я ничего не теряю то есть здесь можно даже немножко расслабиться и грубо говоря не за 10 а уже за 13 фреймов поворачивать потому что толку ну толку все равно не будет никакого скорости не наберу а вот здесь уже попадаем но это один из нюансов где-то другой нюанс что еще влияет на скорость на скорость еще влияет нажатие прыжка дело в том что я уже сказал что вектор тяги это вектор который направлен от моего прицела на 45 градусов вот куда я сейчас держу мышку держу кнопки то есть вперед вбок 45 градусов но дело в том что когда я нажимаю прыжок вот зажимая вот сейчас написано что я зажал кнопку прыжка то на самом деле вектор тяги он направлен не только вперед вбок а еще и вверх то есть грубо говоря в трехмерном пространстве в кубе да это диагональ куба а если диагональ куба определенной фиксированной величины то стороны куба становится меньше и соответственно скорость акселерации становится меньше и поэтому сейчас пока я нажал про кнопку прыжка у меня акселерации вообще почти никакая поэтому мне нужно держать кнопку прыжка как можно меньше в идеале ну например на хамышках хорошего класса да где вот быстро клик прожимается возможно делать у меня удавалось на задоре делать три фрейма три-четыре как бы это уже идеально то есть если вы один лишний фрейм передержали то скорость грубо говоря немножко не доросла а если сильно передержали то очень сильно скорость не доросла вот отжал прыжок сразу раз акселерация огромная получилась слышишь да конечно впитываю в общем если вы распрыгиваетесь без этой штуки в принципе без цегаза без худа зеленого то понять по ощущениям где эти зоны находятся очень сложно это можно делать только с очень 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 крутым опытом и все супер супер про стрейферы и задротые игроки квакеры они эту штуку используют да как я понимаю ну не все можно там но большая часть точно потому что это позволяет наиболее часто попадать в эти зоны чтобы росла скорость это позволяет им иметь большую скорость чем обычные простые смертные да ну вот представьте себе вы просто играете без худа да и вот как вот прицел куда-то наведен а куда он наведен ну примерно можно ощущать да вот скорость растет значит правильно наведен если скорость плохо растет значит плохо наведен некоторые в принципе так и играют но все таки для более точного например вот особенно где нужно максимально вот выжать скорость вот например если сейчас покажу куда я направляю мышку я ее направляю ну как бы в очень маленькую зону вот эта вот маленькая зона одна это один градус всего один ну то есть если вокруг развернуться 360 градусов а вот это всего один градус и соответственно пока зона например если я хочу максимально выжать эту маленькую зону мне удавалось иногда сделать так то есть ну вот я например двигаю одновременно с тем как двигается мой цегаст представьте себе что цегаз находится уже здесь я соответственно ловлю максимально вот эту зону и за один фрейм цегаз находится здесь со второй фрейм цегаз находится уже здесь ну примерно через 0-20 через по четвертую часть секунды и всего за 4 фрейма цегаз проходит полностью вот эту зону если мой прицел будет идти ровно с цегазом чтобы достичь такой точности нужно смотреть идеально на худ причем даже вот величина фоба то есть угол обзора должен быть довольно таки маленьким то есть если я сейчас оставлю скажем такой небольшой то я вообще тяжело увидеть куда-то мне нужно попадать на скорость это вообще очень быстро выглядит поэтому угол я делаю поменьше поэтому вижу куда нужно попадать ну теперь могу в принципе так еще может что забыл можно в оригинальной скорости еще раз эту демку видите быстрыми рывками слева направо после каждого прыжка он попадает в эту зону про оттягивание тяги и зажатием кнопки только вперед он уже говорил но это нужно уже когда ты умеешь достигать скорости больше 120 на вичкам нужно уметь развивать скорость хотя бы до 80-100 километров чтобы просто более-менее уметь прыгать в данном случае для этого нужно уметь делать первые 5 прыжков еще такой нюанс дело в том что вы уже заметили что все очень симметрично то есть вот эта зона от нее мы примерно отчитываем то есть например моя скорость направлена вперед следовательно размер цегаз что я влево потяну что вправо она одинаковая и размер мне нужен определенный соответственно для того чтобы у меня всегда получался нужного размера цегаз до ближайшего зоны снабхода держа-краницы то я должен как-то это синхронизировать как это синхронизировать лучше всего с нажатием прыжка то есть каждый прыжок он длится определенное количество времени и соответственно мне лучше всего как бы делать всегда размер отчитывать именно во время касания земли то есть я поворачиваю мышку именно вам момент касания земли теоретически я могу в любой момент другой сделать поворот но например конкретно Если я двигаюсь по прямой То мне это лучше всегда сделать Именно синхронизировать с касанием земли То есть, может быть, заметили, да Что поворачиваю именно в момент касания земли Это одна из причин, почему я именно Синхронизирую именно с касанием Но это далеко не единственная причина Есть еще вторая причина Почему я синхронизирую касание земли И, ну, с поворотом Да, какая причина в следующем Дело в том, что, как я уже сказал В момент нажатия прыжка Скорость, тяга направлена еще и вверх Соответственно, она минимальная, маленькая Ну, не очень большая И поэтому скорость растет мало Соответственно, если бы я сейчас Стрейфил бы в цегаз-зоне Скорости получилось бы мало А пока я, так как мне нужно поворачивать У меня есть 10 фреймов, пока я поворачиваю А кнопку прыжка я могу зажать примерно Даже за 4, за 5 даже фреймов Соответственно, если я синхронизирую Это время, когда я не могу растить скорость Или она растет минимально То, соответственно, я это более оптимально распределяю Время, пока не растет Скорость Это выгоднее получается Понятный смысл? А расскажи про то, как Зажимается прыжок Есть мнение, что нужно нажимать прыжок Как можно быстрее И держать его Соответственно, как можно меньше Как это влияет на скорость? Меньше я уже сказал А если зажимать дольше Что происходит с векторами? Ну, я же говорю Он направлен не только по XY Он еще направлен по Z Это я помню Представь себе куб, да? Который диагональ Соответственно, скорость растет меньше Ну, я примерно показывал это Хорошо, насколько она влияет на рост скорости? Сейчас я объясню Дело в том, что вот эти вот зоны Они появились тоже неспроста Вот именно такого размера Есть определенная скорость По-моему, 2.50 6, что ли По-моему Это скорость Сколько приращивается За один фрейм Юнитов Эта скорость Она разбивается На боковую И на фронтальную Однако боковую Обычно уходит Порядка двух На фронтальную Порядка одного юнита Если мы дополнительно Разобьем Ну, если мы Изменим Величину Этого вектора Путем нажатия кнопки прыжка То Эта величина уменьшится И, соответственно Углы Вот эти вот Стопхуды Уже изменятся Они здесь не видны Какие будут Но они будут другие Если они совпадут выгодно То скорость будет Расти хорошо Если совпадут Не выгодно А скорость вообще может не расти Просто банально не расти Вот Сто количество фреймов Пока вы держите Кнопку прыжка Она может вообще не расти Либо по одному фрейму Прибавляться Вот здесь Ну, примерно Вот Видно, что Очень быстро растет Так Ну, вроде Основные нюансы Так уже рассказал По-моему Соответственно Если вы хотите Например Получить Хороший скил Именно Ну, научиться Хорошо играть Да, вот именно Стрейв Чисто Именно наращивать скорость Нужно играть Именно По прямой На этой карте Потому что Именно после того Как я здесь поиграл Приличного количества Ну Именно серьезно сел Там несколько дней Поиграл На ней Серьезно Ну, как бы У меня значительно Выросла Скорость Поворота Скорость Нажатия прыжка Уменьшилась Так Теперь, я думаю Можно показать Какую-нибудь Другую карту Может быть Попробуем На примере Который я предложил Хочешь Убед Твоей шипер Да Или разберешь Насколько Моя Демка Убога По сравнению С тем Идеалом Который ты Показал Давай я покажу Еще пару Демок На этой карте Влиять На время На скорость И ты покажешь Просто Чтобы не терять время Я сначала покажу Здесь Пару демок А потом Буду показывать Еще А ты уже Запишешь Или Пришли Свою Просто Которая У тебя Лучшая Сейчас Ладно Это Напомню Что мы говорим Про ЦПМ Физику Есть ВК3 Есть ЦПМ А Да Лучше Все-таки Про ВК3 Я тоже Немножко Покажу Может быть Сначала По ЦПМ Чтобы Мозг Не Парился У Людей Ну ВК3 Почти То же Самое Только Скорость Растет Меньше На Земле Котки Вперед В обычном Квейке В старом Физика ВК3 В Квейк Ливе Она тоже Немного Измененная Но в целом Эта физика Тоже ВК3 То есть В ЦПМ Единственное Преимущество Это ты можешь Входить в поворот Без Нажатия кнопки Вперед Точнее Без Нажатия Кнопки Вперед И не теряя Скорость Вообще То есть Как в гонках Просто Входить в повороты Я рассчитываю Примерно На 3 часа Стрима Поэтому Боюсь Не успеем Конечно Все это Рассказать Ну ладно Давай Ну Еще я Специально Включил Типа Режим Счетов Когда я могу Включить Изменять время То есть Вот если я На земле Наращиваю Скорость Сейчас Уменьшу Время Немножко То есть Вот я Поворачиваю Поворачиваю Мышку И у меня Только 400 Держится Больше Не растет Как бы я Не старался Больше 400 Не растет Вот это Вот в ЭКУ3 Если я Включу Промод Промоду То моя Скорость Может быть И 400 Сколько 480 С чем-то Ну почти 490 Ну как бы Вот разница По сути В ЭКУ3 В Квейк 3 1 Еще В каждом Моде Он немножко Отличается То есть Если скажешь Брать Квейк лайф То там Скорости Немножко Другие То есть Там Вот эти Вот зоны Они могут Немножко По-другому Выглядеть И соответственно Нужно Чувствовать Ну вот Если играть Просто Без Без Дефрага Чисто Чувствовать Нужно Просто По По Ощущениям Сейчас По ощущениям Понять С какой Скоростью Нужно Как бы На земле Набрать Скорость Максимальную Ну и Сколько В воздухе В разных Водах Да Да Кстати Еще Такой Нюанс Изначально Как я уже Сказал Снабхуд Появился Из-за Того Что Код Округляется Значит Значение В переменах Округляется А уже В модах ЦПМА И Квейк Лайф Это Ограничение Убрали И поэтому Там То что я Говорил Оно Не действует Там Действует Просто Чем Ближе Вы Чем Ближе Вы К началу Цегаза Тем Соответственно Больше Скорость Вы получите Так Ты Дзену Демку Перешешь А Свою Оригинальную Я тебя жду Да Окей Тяну Время Она Древняя Конечно В 2008 Офигеть Шесть Лет Назад Сегодня Кстати Для тех Кто не в курсе 2014 год Скидываю тебе В скайп Кто нас вдруг Не знает Или вдруг Кто-то дослушал До этого момента Я таким очень рад Если вдруг Вы смотрите В записи На ютубе Вконтакте Или где-нибудь еще Мы стоим В моей команде Собственной Моей Называется она Undead Мы уже играем Дифраг И вообще В квейк Очень много лет Все начали В разные года Кто-то В 2006 Кто-то В 2002 В общем Кто как Ну и Хокс Очень серьезно Подсел На Дифраг Где-то году Так В 2010 Я же занялся Этим пораньше Но никогда Настолько глубоко Я в игру Не углублялся Чтобы понять Все эти тонкости То есть я играл Просто по накатанной Как умею И в общем-то Разница между мной И Хоксом Довольно-таки большая В плане тонкостей Именно Стрейфа Чтобы научиться Играть наружу Конечно нужно Намного больше времени Дальше о теории Стрейфа Это моя демка Которая была записана В 2008 году И сейчас Хокс Расскажет об ошибках Этой демки То есть я играл Без этого Газхуда Я не знал То есть просто Поворачивает влево-вправо Делает все правильно Нажимает Вперед-влево Поворачивает мышку влево Вперед-вправо-вправо И чувствует Пока скорость растет Это значит Как бы хорошо Но под конец Я видел Что ты не очень понимал Почему-то скорость не растет И ты уже начал Немножко двигаться В другую сторону Ну а теперь смотрим Это с цегазом По крайней мере С цегазом Ты попадаешь в цегаз Все правильно Все хорошо Не вылазишь вообще За него в принципе Но почему-то Скорость не растет Нормально Сейчас нам расскажет Профессионалу почему И тайм получился Минус 0.8 Теперь будем смотреться С на входом То есть я абсолютно Не глядя на эти полоски И не знаю Что они существуют Вообще тогда их не было В принципе ни у кого Я прыгал Довольно таки четко То есть попадая В эти самые зоны зеленые Где скорость должна расти Рассказывай Ну начало правильное То есть Ну почему начало Легкое Потому что Не важно куда ты направишь Мышку Вот сюда 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 Вообще есть Порядка 10 градусов Зона Которую не важно Куда направишь Все равно Скорость будет расти Максимально быстро Правда вот сейчас Под конец зоны Будет уменьшаться Смотрим что будет происходить Вот Немножко раньше Вышел вот из этой зоны Но это еще Не проблема Не беда Хотя несколько УПС потерялось Вот Так что-то я пропустил Сейчас Вот Уже вылетел Так как ты не видел Этой зоны Да Ты уже вылетел В другую Стоп зону А вот Здесь-то Уже скорость растет Очень плохо Если я сейчас включу Красную полоску Видишь Какая маленькая она Нет ускорения Да И поэтому ты почувствовал Что нет ускорения Давай вправо Начинать Стрейфить О Ты еще Простерейфил В этой маленькой зоне Это очень круто Конечно Видишь Какая максимальная скорость Так Хорошо Смотрим дальше Ну В этой зоне Уже соответственно Мало Но видишь Ты начал вести Всю вот эту зону Я же оптимизировал Так Что я нажал кнопку вперед Оттянул себя вбок Да И Сократил Размеры Ну ты же Все ее вместе Стрейфишь Не важно Куда попадаешь Скорость Максимальная Вырастает Не дотягиваешь До конца Да Уже Уже влево Видишь Не синхронизируешь Поворот С казнем земли Совершенно Да Было такое А вот Если еще заметить Сколько по фреймам Длится Кнопка нажатия прыжка То она будет Далеко не Три Четыре Пять Фреймов Она может быть И восемь Если не 10 Я же сказал Даже больше Потому что До сих пор Очень подожатый Потому что У меня привычка Прыгать на пробел Я так люблю Мне так нравится Мне так удобно А чем меньше Зажат кнопка Прыжка Перед землей И после Тем Лучше Некоторые Некоторые Нажимают Прыжкок На пробел Некоторые На правую Кнопку Выше И при этом Не просто Нажимать А даже Зажимать Не надо То есть Надо именно Кликать Быстро Почти Коснуться Максимально Быстро Причем Иногда Нужно будет Даблджамп Делать Когда Два Раза Быстро Нажать Так На пробел Намного Тяжелее Тоже Это делать Чем На мышку Поэтому Некоторые Игроки Как бы Дефраг Они Первых Несколько Лет Играл На пробел Ну Тоже Видишь Не дотянул Уже Повернул Ну В основном Видишь Как По зонам Ты более Менее Правильно Стрефишь Но Ты Быстро Поворачиваешь Очень Дон И Не вовремя Совершенно Если бы Ты Хотя бы Синхронизировал Поворот Уже Было бы Намного Выгоднее Ну У меня Тогда Было Понимание И Привычка Того Что Нужно Поворачиваться Касание Земли После 100 км В час У меня Скорость Растет Очень Плохо Потому Что Я Плохо Чувствую Скорость После 100 км И Плюс Ко всему Из-за Большой Снцы Тяжелее Попасть В эти Зоны Быстро Плюс Не зная О них Вообще Ну То есть Прыгал Как Все Как Умел И Это Было Круто Кстати А И Кстати Видишь Чуть Чуть Вылез Красной Полоски Вообще Нету Потому Что Чуть Чуть Вылез Вот Чуть Опять Понял Что Скорость Не растет И Чуть Чуть Подвинул Мышку Вот Теперь Растет Скорость Может Интуитивно Сейчас Нажал Себя Кладку Перед Оттянул Немножко Вот Видишь Не Сразу Нажимаешь Скорость В принципе Растет Пока Хорошо Ну Во Здесь Уже Нет смысла Стрефить За Зоной Прирост Скорости Какой-то Там 0,1 Юнит Ну 0,2 Юнита Совсем Никакое Смысла Нету В этом А вот Здесь Уже Прирост Приличный 1 Юнит Примерно Вот Вылез Вылез Смотри Аксель 0 Практически Толк От этого прыжка Не было Опять Чуть Вылез Ну Ты же Не знаешь Где То есть Без Худа Ты не Понимаешь Куда Направлять Чуть Чуть Туда Чуть Сюда А В итоге Немножко Вот тут Есть Хорошо Попадаешь Да Вот тут Ты чувствуешь Что попал И уже Даже Не двигаешь Особо В вышку Потому Что Ты чувствуешь Попал И здесь И здесь Все Покажу Покажу Не только Прямую А еще Там Другие Карты Да Вот Еще Другая Карта Вначале Тоже Прямая Стандартная Я Фонтальную Зону Использую Следующую Зону Использую Зону В эту Зону Одену Следующую Руку Три зоны Пропустил Потому Что Поворачиваю На 90 градусов Таких Хартах Где много Поворотов И двойных Рамп Дабл Джампов По-моему Вообще Очень тяжело Это Стрейф И Постоянно Заставлять Скорость Расти А вот Тут Смотри Казалось бы Ошибка Да Почему Ну Почему Ошибка Нет Я Я Сейчас Стрейф Смотри Акселерация Совсем Минимальная Почему Минимальная Потому Что От Сюда До Сюда Очень Много Расстояния Соответственно Чем Больше Зона Чем Скорость Меньше Растет Казалось бы Ошибка Нужно Было Оттянуть Себя Немножко Вправо И Тогда Скорость Насла Больше Ну Согласитесь Логично Но Почему Я Тут Делаю Так Потому Что Если Я Тянул Б Себ Вправо То Как Б Моя Траектория Шла бы Вправо А мне Нужно Поворачивать Налево Поэтому Влево Поворачивать Мне сейчас Нет смысла Страфить Поэтому Я просто Продолжаю Страфить В этой зоне Хоть Немножко Скорости Я наберу Просто По чуть-чуть Прерастает Все равно А вот Теперь Я Уже Пополноценно Сейчас Буду Набирать Скорость Влево Вот Здесь Чуть Зона Зона Закончилась Я сейчас Поворачиваю Кладка Вперед Следующую Здесь Касание Еще Нужно Зону Пропустить Потому что Поворачиваю Эту зону Следующую Круто А вот Здесь У меня Ошибка Не знаю Насколько Это ошибка Дело в том Что Вот этот Уголок Он близко Находится Если бы Я сейчас Оттянул Вперед Себя Немножко Вправо Я бы Зону Сделал Выгоднее Для себя Правильно Но Я опасался Попасть В эту Стенку И поэтому Не оттянул На самом деле Можно было Пару фреймов Оттянуть И тайм И получился Не 312 А 992 Поэтому Ну Как есть На самом деле Вот сейчас Я пропустил Этот угол Опять Отжал кнопку Вперед И вот Теперь Уже Зону Немножко Укоротил И вот Дальше Уже Стрейфли Нормально Еще раз Эту демку Полностью Потрим За зонами Одна зона Вторая Третья Четвертая Пятая Пятая Седьмая Это небольшая Восьмая Девятая Десятая Одиннадцатая И двенадцатая Два раза Все И Начнем На Вот эта вот карта Уже посложнее Ну как бы Суть тоже Тут нужно Я показываю сейчас Карты На которых Нужна вот именно Максимальная Акселерация Очень сильно Здесь как Мне нужно Поворачивать Вбок Ну стартую я Стандартно В принципе Но не фронтальную Набираю А вот немножко Вбок Сразу В следующую зону Обычно Если по прямой То да Вот в эту зону Сейчас я вот В эту стрейфлю Продолжаю стрейфить Потому что Не нужно влево А тут уже Поправляю Как бы Тут так как Мне нужно налево Поворачивать И в принципе Я могу Вулбагом Пройти эту стену То я уже Кнопкой вперед Оттянул Себе Вот Полноценно Использую Вот эту зону Дальше Оттягиваю Следующую зону Следующую И тут уже Хватит Влево Пора уже Вправо тянуть Поэтому Поворачиваю Вправо Одну зону Использую Вторую Эту зону И тут И тут Сильный Поворот Поэтому Я уже Боковым Стрейфом Поворачиваю И Опять же Зона Сейчас Зона Сейчас была Большая Дело в том Что я мог бы Врезаться В эту стену Поэтому Я немножко Пострейфил Кнопкой вперед Оттянул Чуть-чуть Себя вперед И уменьшил Зону Теперь она Меньше Становилась Теперь Вот До конца Я жму Все Скорость 1150 Соответственно Могу уже Поворачивать Полноценную Все Дожал Примерно так И теперь Использую Стандартный Стрейф По прямой 1150 Да Но Так как Перепад Высот Больше То соответственно Я не успеваю Прожать прыжок Когда закончится Зона Поэтому я Поворачиваю До того Как Закончится Зона Повернул И вот Только теперь Нажимаю Прыжок Да Это может Быть не очень Выгодно Но Пришлось Так Делать Потому что Перепад На Сход Тут я Специально Тоже Вот эти Чуть больше И меньше Зоны Они Еще Я делаю Так Чтобы По карте Было Выгодно Перемещаться Если бы Я сейчас Излишнее Вправо Перегнал Я бы Мог бы Не сделать Доблджап От Следующей Штуки Вот Здесь Поворачиваю Здесь Доблджап И Здесь Просто Виляю Влево Вправо И вот Кстати Хотел Еще Сказать Такую Вещь Важную Что Сейчас Мне нужно Стрейфить Да Но Поворачивал Я Боком И Сейчас Скорость Немножко Просела Чуть Потому что Я слишком Пережал Вбок Вот Она Проседает Но Когда Я нажимаю Вперед Вбок То Уже Работает Другая Физика Именно С С С Газом И Уже Скорость Дальше Нарачивается Ну Где-нибудь На другой Карте Я покажу Это Более Получше Так Кстати По поводу Прямых Да Еще Недорассказал Значит Есть Еще Не только Прямые Есть Еще Пады О Да Замечательно Вот Это Я Послушаю С Довольствием Да То Есть Нужно Прыгать По Таким Падам В чем Здесь Особенности Дело В том Что Они Если Попадешь В воду То Соответственно Нужно Начинать Заново Поэтому Очень Важно Нужно Коснуться От Сих До Сих Ну И Обладая Определенным Скиллом Можно Либо Перелетать Либо Не Долетать Если Вы Не Долетаете Нужно Скажем Стараться Больше Нарастить Скорость Если Перелетаете Вот Тут На Этой Карте Если Иметь Хороший Скилл Обычно Они Все Карте Пады Перелетаются Поэтому Нюанс Следующим Чтобы Они Не Перелетались Нужно Начинать Намного Ранее Как Можно Подальше То Скажем Я Могу Начать Поворачивать Чуть Раньше Перелечу Все Если Начну Поворачивать Дальше То Я Просто Не Долечу А Вот Если Примерно Здесь То Я Примерно Долечу Как Рас Так Нормально Короче В зависимости От своего Скила Выбирать То место Откуда Тебе Нужно Отталкиваться С первой Платформы Чтобы Не Перелететь И Чтобы Долететь Да И еще Есть Такое Понятие Как Рампинг Дело В том Что Если Я Сейчас Коснусь Верха То Это Как будто Я Прыгаю По В одной Прямой Но Если Я Немножко Не Коснусь То Моя Высота По Уровне В общем А чуть Чуть Ниже Например Вот Здесь Банально То Включается Физика Рампинга То есть Меня Чуть Чуть Преподносит Вверх Ну Типа Помогая Мне Как будто Бы И Я Становлю Все Таки Прыгаю Здесь Пока Меня Подносит Моя Скорость Продолжает Расти И Поэтому Первый прыжок Он Примерно На 20 Юнитов 10 На 20 Больше Скажем Стандартный Прыжок Юнитов Такой Более-менее Нормальный Хороший Он 600 Здесь У меня Получилось 614 Именно За счет Рампинга Чуть Чуть Подкинуло Мне Здесь То же Самое Я Использую Рампинг Не особо Было Видно Но Здесь Я Использую Стандартную Распрыжку По прямой Так же Ну Как будто Будет На той Карте По прямой Которая И Какой Нюанс Если Как бы Вот Последний Пад Соответственно Вот это Финиш Чтобы Как можно Быстрее Добраться До Финиша Коснуться Вот этого Пада Где я Должен Ну Как можно Ближе К финишу То есть Это На самом Кончике Если Касаюсь Не самого Кончика То Разумеется Расстояние Больше И поэтому Тайм Уже Будет Хуже Это Первое Второе Мне нужна Максимальная Скорость Чем Больше Я Скорость Буду Иметь Касаясь Самого Края Тем Лучше Получится Мой Тайм То есть В данной Демке Моя Скорость Равна 1189 И Касаясь Самого Самого Края Последний Пророк Делаю Стандартным И Прохожу Карту На Ж6 320 420 У меня 6 400 Дело в том Прыгаю Что мне Выгоднее Именно Так Делать И Плюс На Данной Карте Я Просто Удлиняю Траекторию Ну Кстати Заметьте На Данной Карте Сейчас Я Покажу Третий Прыжок Как я Уже Сказал Чем Длиннее Траектория Тем Разумеется Можно Больше Скорости Набрать И Не Перелететь И Вот Например Третий Прыжок Я Все До Сих Пор Влево Влево Тянул И Вот Сейчас Вправо Моя цига Зона Началась Примерно Отсюда На самом Деле Вроде Как я Смещен И Прям Касаюсь Практически Кончика Вот Здесь Практически И Вроде Все Правильно Отпускаешь Этот Я Смотри Да То есть Я Пострейфил Но Теперь Мне Нужно Перенести Оптимизировать Зону Для Оптимизации Я Должен Кнопкой Вперед Себя Тянуть Вправо Оттягиваю Оттягиваю Вот Теперь Моя Размер Зоны Достаточный Но Это Как бы Еще Не Мировой Рекорд Здесь 6 320 Аркалон Прошел Эту Карту Чуть Получше На Один Фрейм Лучше Он У него То же самое В принципе Старт Тоже Самый В принципе Первый Прыжок Второй Но Он Чуть Дольше Оттягивает Себя Влево Возле Это Прыжки И Начинает Третий Прыжок Не Просто Отсюда Цегас А Отсюда Соответственно Он Себя Сносит Намного Левее И Поэтому У него Траектор Чуть Подлиннее Получилось И Еще Смысл В том Что Если Вы Хорошо Набираете Каждый Прыжок Скорость То В итоге Вы Можете Перелететь Но Ну То есть Например Я на этом Паде Набрал Например Один Юнит И Этот Юнит Он Идет Со мной Все Время И Я Уже Все Время Как бы Добавляю Каждый Фрейм Юнит А Если Я Набрал Этот Юнит В последних Прыжках То Моя Набирать Как можно Позже Скорость И Максимальную Длинить Тарриторию И В итоге У него Получилось Сколько 1201 Ну У меня Кстати Тоже Получалось 1200 Но Правда Не на Самый Кончик Видимо Поэтому У меня На Один Фрейм Позже Ну И Стандартный Последний Прыжок Просто Тоже Максимальный Ну Это Что Касается Падов Которые Перелетаются А Есть Пады Которые Самые Сложные Эта Карта Самые Самые Сложные Пады Как Она Проходится Начинается С самого Края Потому Что Расстояние Между Падами Очень Очень Большое Соответственно Первый Прыжок Вроде Бо Как Стандартный Но Я Вижу Что Не Долетаю То Есть Я Вижу Что Я Не Касаю Моя Высота Уже Ниже Чем Вот Это Но Однако Есть Трапинг Который Мне Чуть Подносит Сейчас Заметите Прыжок Немножко Чуть Подскочит Вот Был Такой Подскок Небольшой Что Тебе Это Дало 10 Камо Ну Это Ну Да То 20 То 629 Скорость Но Даже Дело Не Скорость А В том Что Если Я Максимально Стрейфлюсь Вроде Я Максимальную Скорость Набираю Еще раз Напомню Нужно Прыгнуть На Край Платформы Чтобы Его Словить Да В смысле Рапингом То есть Не долететь До высоты То есть А эта карта Спроектирована Таким образом Что Если Даже Вы Хорошо Стрейфите Идеально Хорошо То Вы Все Не Долетаете А Вас Подкидывает Рапингом Один Раз Нет На Всех Падах Да Видишь Я Второй Пад Опять Не Долетаю Я Не Долетаю Моя скорость 722 А я Не Долетаю Смотри 724 Я Не Долетаю 720 730 А я Не Долетаю До сих Хор И Вот Только Когда 735 Видишь Меня Чучи Подносят Читер Читер И Соответственно Я Уже Страхлюсь Уже В Этой Зоне Короче Для Примера Я Эту Карту Пройти Не Могу Ее В принципе Вообще Три Человек Прошли К В мире Ну Да Читер Опять же Четвертый прыжок Скорость 823 А я Еще До сих Пор Не Долетел И Вот Только На 825 Меня Подносит Причем Если Моя Скорость Там Высота Буквально Там 10 Юнитов Не Знаю Сколько То Она Меня Поднесет А Если Чуть Больше Меня Уже Не Поднесет Я Упаду Вниз Просто Свалюсь Да Я Показываю Свою Демку Мировой Рекорд Дальше Следующий Прыжок Следующий Пад 916 Опять Не Долетаю Но Подносит Тут На самом деле Стандартно Идет В принципе Ничего Особенного Помнишь На этой Скорости Я уже Как Говорил Раньше Как Зоны Достаточно Большого Размера Поэтому Оттягивать Вбок Мне не нужно Совершенно Просто Стрейфирую Слева Вправо Максимально Быстро Стараюсь Повернуть Мышку И Во время Касания Земли Нажать Прыжок Одновременно С этим Повернуться Смотри Моя скорость 1100 1100 А я Еще Не долетел И вот Только Я долетаю Я чуть Подносит Следующий Прыжок Ты же Прыгнул На середину Платформы Нет Меня Тоже Снесло Влево Блин ЗТА Из-за твоей дурацкой Онлайн Демки Подлагивает Из-за Connection Interrupt И непонятно Ну нет В принципе Понятно Более Ты реально Прыгаешь На середину Платформы Нет Меня Подносят Видишь Вот сейчас Подносят Чуть Вот сейчас Да Последние Три Пады Звук Может быть Немножко Не так Ну я Везде Меня Подносило На всех Падах Еще Так Расстояние Тоже Приличное И вот Посмотри Последний Тоже Чуть-чуть Поднесло Сколько? Три человека Да Прошло Эт Да Вот Это FM И А Ну это Потом Еще Аркалон Прошел Просто Здесь Его нету Пока Еще Сильно Так Ну там Есть Альтернативная Дорожка Для Войку Три Ну там Это Много Легче Так И я Прошел Ну да Ну и в стандартной Скорости Эта Демка Так Выглядит Расстояние Такое Между Падами Ощущается Что Приличное Каких-то Жалких Семь Платформ Да За семь Секунд Вообще Быстро Пройти Надо Потратить Жизнь Есть Еще Другая Карта Тоже Напады Средненькая Такая Не очень Сложная Не очень Сильная Но Под конец Ты Перелетаешь Ну Вначале Можно Короче Было Сделать Следующим Образом Здесь Можно Было Распрыгаться По первой И только Потом Начинать Прыгать Падом Так Сейчас Отключу То есть Обычные Пады Казалось бы Я лучше Зайду Так Как Как пройти Мне Максимально Быстро Ну Просто Распрыгиваюсь С максимальной Скоростью По той же Теории Все То же Самое Но На самом Дело Нет Если Я Начну Прыгать Первый Прыжок Вот Так Вот То Я На земле Пройду Определенное Расстояние Вот То есть Вот Я прохожу И вот Как бы Моя точка Отрыва Она Будет Где-то Вот здесь Допустим Ну И здесь И соответственно Если я Отсюда Начну То По прыжкам Получается Что я И Позже Ну Как бы Стартовую Линию Пересеку Намного Раньше А по прыжкам Будет То же Самое Поэтому Нужно Начинать Не отсюда А вот Отсюда Причем С рампингом А как Начать Начать Отсюда С рампингом Можно Распрыгаться Прямо Так Здесь И Вот В демке Показано Как это Сделано Ну Ага То есть Ну тоже Наращиваю скорость На земле Максимально 482 Отрыв И Стрейфлюсь Вот просто Вот в этой зоне А в конце Я уже не могу Дострейфить Потому что Мне еще Смотрите Расстояние Отсюда До сюда Нужно пролететь Да И поэтому Я уже нажимаю Кнопку Пок И Докручиваю Уже здесь Причем скорость Тоже немножко Наращивается Ну кстати Здесь без рамбинга Получилось Поэтому у меня Рекорд Не мировой Получился Если бы постараться Можно было бы Еще сделать Получше А дальше По стандартной Теории Правда тоже Можно было Перелететь Поэтому Пришлось Немножко Расширить Траекторию Ну и Есть такая Карта В общем Какая-то Одна из старых Очень такая Интересная В плане Что Расстояние Максимально Увеличивается Между падами То есть Начинаешь Падать Настолько близко Находятся Друг к другу Что приходится Как бы Даже Не максимальную Скорость Нарачивать То есть Больше Жать кнопку Вперед Ну чтобы Скорость Не росла Иначе Перелетишь А уже дальше Расстояние Между падами Все будет Больше и больше Вот тут Уже стараешься Да Вот стрейфить Побольше Тут вот Тут я Прилично Уже оттягиваю Вбок Опять Зону Зону Должна быть Примерно Всегда Такого размера Чтобы Полноценно Сделать прыжок Вот такого Размера Отсюда До сюда И уже До 1700 А расстояние Все увеличивается Увеличивается 1800 И дело в том Что С обзором Мне С каждым прыжком Мне приходится Все больше и больше Сажать кнопку Вперед Если посмотреть Сколько Скорость Я набираю За каждый прыжок 80 80 80 Уже 70 70 70 50 60 То есть Почему Так Уже Уменьшается Потому Что Зона Мне приходится Дольше Вперед Прожимать И получается Нет времени Стрейфить Именно В цегазе Пока Ты Оттянул Скорость Эту Худ Поэтому Что получается До определенного Момента Я Строюсь Как обычно А дальше Я просто Как бы Решил Слететь Потому что Уже Невозможно Дальше Иначе Я упал бы Просто А тут Карта Так построена Что просто По воде Она не дает Вырастить Скорость Такая забавная Карта Ну типа Вот сколько Падов Пройдешь Не слетев Так Ну Все Что касается Падов Я тоже Уже Показал Так Время Нажимает Нужно Дальше Идти Да ладно Тонна Времени Нет Я просто Еще хочу Про пушки Рассказывать Так Есть еще Такая Карта Интересно Сейчас Покажу Не сразу Самый лучший Дай вам указ Похоже То есть Вот стандартный Прыжок Первый Второй Вроде бы По зону Везде иду Ну Тайм получился Не далеко Не лучший То есть Так Пересмотрю Какие у меня Варианты Если я буду Например Даблджамп Делать От этой Штуки Мне не очень Удобно Может быть Подальше Как бы лучше Дело в том Что если ты Не долетел До нужной высоты То тебя тормозит Поэтому Лучше я там Делаю на дальний Дальше прыгаю На вот эту штуку И разумеется Не могу долететь сюда Поэтому иду Сюда Пострейплю Сюда И в итоге У меня Ничего не получается Поэтому Вариант Какой Немножко Изменяю Траекторию И Прыгаю Например Вот здесь Даблджамп И тогда Вот здесь Получается Даблджамп А не просто Сверху Скорость По 740 Как и в прошлый раз Но при этом Даблджамп Меня переносит Я могу Долететь сюда И соответственно Моя траектория Уменьшится И в итоге Тайм Получился Лучше Но В итоге Все равно Я Пришел плохо В чем проблема Собственно Есть варианты Как Очень долго Задерживаешься На Даблджамп В начале А я тебе скажу Нет Вот Самая Вот Другая демка Плюс 200 А чем Это отличается Охрен его знает А плюс 200 Да сделал Ну-ка Удиви меня И причем Мотри Поначалу Все то же самое Но Предыдущие демки Просто Если бы Более внимательны Я тянул так Что у меня Цегас начинался Не отсюда А вот отсюда И поэтому Я Когда Долит До вот этой штуки Я не сделал Даблджамп А когда я сделал Даблджамп Моя траектория Как бы Немножко другой Стала Сейчас я покажу Лучшую демку Еще Что я хотел сказать По этой карте Все таки То что Иногда Нужно Начинать Правым страйфом То есть До этого я все время Крутился в начале Справа налево А теперь Слева направо Дело в том что А? Why? Потому что Вот эти вот Иначе бы я падал Сюда Например Или бы Я не Долетел бы Вот То есть Мне пришлось бы Лишний поворот сделать Чтобы коснуться здесь Вот этой штуки Соответственно Скорость у меня Была бы В этом месте Была бы Не 840 А 835 Я бы не смог бы сделать Здесь Даблджампер А остальное Проходит Стандартно По времени Очень много При этом Сокращается Так Есть еще такая карта Она очень Такая Чатик Вы что-нибудь понимаете? Вам интересно? Можно закрыть стрим Пойти в доту Играть Или Херстоун О да Давай Давай Может без этой карты Она оконченная Она Уникальна В своем роде Таких карт нету Тут как бы Простой принцип Чем дальше Ты упадешь на За счет Клевых цыгазов На рампы Определенные Чем дольше Ты пролетишь По вертикальной По вертикали Тем больше скорость У тебя будет После соприкосновения С горкой На более низкую точку Ты упадешь Тем больше скорости У тебя будет Классная карта Просто Эта карта Отличается тем Что Ну нужно В общем Правильно Сказал Мы давно Хотели сделать Такой стрим И это нужно Прежде всего Тем кто хочет Научиться Распрыгиваться Потому что И меня постоянно Мои зрители Спрашивают Как прыгать Делать Научи Скинь ссылку На какой-нибудь Гайд Покажи Расскажи Как формируется Скорость А вот теперь У нас будет Такое видео Которое мы сможем Показывать Ну например Вы прыгаете 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 А потом Например Прыгнули сюда И скорость Как бы Отскок Чем больше высота С которой Вы падаете На рампу Тем Соответственно Больше Скорость Поэтому Если Вы упали Сюда Скорость Будет Меньше А вот Если Вы упали Сюда Скорость Будет Больше А если Упать Вообще Сюда Скорость Будет Еще Больше И поэтому Нужно Найти Такую Оптимальную Траекторию Чтобы Прыгать Только По Самым Оптимальным Этим Поверхностям Одну На другую На третью И так Все рассчитать До самого Конца Сейчас Я не буду Рассказывать Как это Все искать Как там Что Прыгать В общем Нашлась Одна Траектория Которую Нужно Сделать Но Дело В том Что Если Я буду Максимально Распрыгиваться Именно Максимально То Я Мне нужно Прыгивать Вот На эту Поверхность Действительно Нужно Прыгнуть На эту Поверхность Но Если Я прыгну Например Сюда Я Потом Просто Перелечу Нужную Мне Дальше Поверхность И поэтому Мне нужно Лучше Прыгать Все Таки Сюда А Чтобы Уменьшить Как бы И еще Прикол В том Что Если Я Стандартно Начинаю Прыжок Что Такой Стандартный Прыжок Это Все Таки Поворот И Я Уже Помнишь Говорил Чем Раньше Ты Начнешь Тем Лучше Понятно Почему Да Угу Чем Я Позже Пересеку Линию Старта И Раньше Приземлюсь Кстати Хейст Вот Эта Штука Увеличивает Скорость Здесь На земле Дело В том Что Сейчас Я Уже Как Говорил Моя Акселерация 2.56 И Соответственно Координаты Вот Именно Такие Вот Такие Если Беру Эту Штуку Оп Они Изменились То И Теперь Мой Прирост Не 2.56 А 3 Там С Чем То И Соответственно Суть То Самое Но Нужно Уже Старфить По Другим Зонам И Секрет Этой Карты В том Что Чем Раньше Начнешь Тем Лучше И Чем Позже Наберешь Скорость Тем Тоже Лучше Поэтому Начинать Здесь Нужно Не Просто С Хорошим Прыжком С первым А С С Буквально Становлю Здесь Вот Краешек И Начинаю По Чуть Проспрыгиваться И Вот Это Вот Именно За счет Этого Можно Выиграть Сейчас Я Покажу Как У меня Получилось Вот Край Раз Прыгаю Причем Скорость С хистом На земле Может быть Намного Быстрее А я Уже Прыгаю 525 Самого Края И Причем Прыгаю Не Просто По Центру А Максимально Вбок Чтобы Удлинить Траекторию Потому Что Здесь Будет Линия Старта Вот Линия Старта Она Вот Здесь То есть Я прошел Показательный И Вот Она Линия Старта Я Уже Коснулся Как Можно Раньше Но Теперь Как Только Я Сделал Максимально Сложный Для Себя Прыжок Дальше Мне Нужно Пройти Правильно Карту И Дальше Я Должен Максимально Стрейфиться По Максимуму То Вот Например Вижу Заканчивается Зона Повернул Теперь В эту Повернул Теперь В эту То есть Тут Я еще Стараюсь Держать Фронтальную Скорость Особо Не поворачивать В бок Теперь Ухожу Под Вот Эту То есть Опять же Я Говорил Если Прыгну Сюда То Скорость Будет Не Очень Хорошая Если Я Прыгну Сюда То Лучше А Если Я Прыгну Вообще Вдаль То Будет Еще Лучше Но Дело В том Что Я Поверхность Дальше Соответственно Вот Эту Поверхность Здесь Здесь Вот Интересная Вещь Здесь Я Специально Не Добираю Скорости Вот Это Казалось Б Я Промахнулся Да Смотри Промахнулся На самом деле Здесь Не Промахнулся Я Специально Здесь Держу Прицел Чуть Дальше Чтобы Не Наращивать Скорость Заранее Потому Что Иначе Я Подальше Перелечу Что Вот А теперь Я Уже Буду Почувствовал Вот Теперь Можно Наращивать Вот По чуть 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 Чтобы К тому Моменту Когда Я Уже Коснусь Вот Этой Поверхности Было 3 300 И Опять же И Вот Теперь Я Лечу На Самый Последний То Есть Все Эти Перелетаю Я Должен Коснуться Самого Последнего Если Коснусь Ровной Поверхности Я Скорость Не Наберу Поэтому Мне Нужно Коснуться На Самый Последний Но При Такой Скорости Я Могу Тоже Перелететь Поэтому Что Я Делаю Я Максимально Отклоняюсь Вправо И Тогда Только Подтягиваю Дальше Влево Сюда И Опять Живот И Вот Теперь Очень Важно Чем Ниже Я Приземлюсь Чем Больше Скорости Получу Тут Вот Зона Кончается Вперед Нажимаю Оттягиваю Право И Вот Сюда Вот В этой Маленькой Зоне На Такой Скорости Снапзона Вообще Совсем Маленькая Ой Цегас Совсем Маленький 4400 Все Таки Поэтому По Чуть Чуть Приходится Наращивать Опять Немножко Себе Сместил У нас Зритель Набрал 2000 Упсов На этой Карте Хокс Набирает 4500 Ну да Но Ты прыгнешь На одну Неправильную Горку И Скорость У тебя будет Совсем Другая В конце Да Причем Еще Нужное Место Этой Горки Прыгнуть Да Кстати Есть еще Такое Понятие Как Обратные Страйфы Вот Аркалон Проходил Триксовал На карте Дем6 Ну-ка Вот Делай Стандартный Прыжок В одной Зоне В следующей Зоне В этой Вот Эту Жон Дожимает Поворачивает Туда И Что Ты думаешь Будет Дальше Он Будет Прыгать По кругу Он Псих О Что А? Что 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 Это Чем Зачем Это Это В конце Чисто За счет Страйфу Далетел Ээээ В смысле В прямом Зачем По нормальному Не зря Триксы Триксы Я понимаю Ну а по нормальному Можно Можно Но это Очень сложно Мне не Получалось В смысле Ну вот так, тяжеловато Вот смотри, он прыгает на самый кончик Это понятно Да А вот тут очень интересно получается Вот вроде бы направил прицел сюда Казалось бы, тяга, наверное, вперед Как будто А на самом деле тяга назад Вот влево Вот это вот прикрестие То есть ему вправо надо вести? На самом деле Он тянет себя назад влево И вот там появилось как будто бы Вот этот цегаз То есть на самом деле она как будто бы вперед А отображается вот здесь сзади Извращение Ну и короче Да, и вот смотри С рампингов, да, долетает Псих Это очень сложно Я так не смогу Да Обнадеживал Я так попробовал Я попробовал так поиграть Мне не получилось Ну если бы там, не знаю Серьезно, может быть, посидел бы Может и получилось как-то Это очень действительно сложно Зря в квайк играли всю жизнь Ничего не добились Вот этот человек добился Летатарка такой вред ну так еще может быть покажу что не хочешь запись на две части разбить или одно оставим это все-таки наверно а можно наверно он если это потом можно сделать так еще покажу на больших скоростях такую карту стандартное начало а вот тут уже интересная траектория тоже опять же вот срыв я в этой зоне да а мне нужно поворачивать налево и вот я как специальной мышкой поворачиваю влево и чем я теперь делать если я буду строить влево то я буду отклоняться влево а мне нужно смотри мне нужно завернуть туда направо соответственно мне нужно я могу поставить чуть-чуть влево потом вправо но при этом я буду ограничен без без кнопки вперед поэтому чё я делаю я тяну влево вот видишь скорость вектор скорости смещается примерно вот до сюда и теперь я стрейплюсь по стандартному то есть вот иногда вот так вот так вот кнопкой вперед нужно очень сильно оттянуть тебя опять же видел я тяну вправо сильно чтобы не врезаться в эту стену построить в этой зоне переключиться на следующую и успеть сделать деблджамп теперь приземление опять оттягиваю нужно здесь нужно рассчитать под этим наклоны здесь вот рампа и вот тут интересно когда я прыгаю по рампе да моя скорость уменьшается потому что наверх направлено чтобы если показать по ровной поверхности как будто бы рампа на высокая а вот есть тем как бы на бачком проехал прохожу то соответственно как будто бы рампа да вот такая намного ниже короче более низкая до более низкой поэтому вот моя вектор скорости направлен вперед но я вектор ну я тяга направлю отправлен двигаю вправо двигаю двигаю вот примерно до вот этого места и вот теперь стрейфлю наверх под конец сюда здесь тоже вот вроде бы я довел мышку вперед да могу я стрейфить и вправо и влево ну куда лучше но тут вот такой есть один нюанс чтобы если я нажму вперед вправо и мне нужно дернуть мышку вправо но если я дерну мышку вправо до того как я успею нажать кнопку вперед то моя скорость потеряется если я ну а причем моя скорость такая большая что мне нужно еще немножко тянуть себя либо вправо либо влево в любом случае иначе я не попаду снабхуд поэтому либо я тяну вправо потом влево либо я продолжаю вправо и уже буду влево стрейфить поэтому я лучше вправо один раз и уже здесь в эту зону попадаю а дальше мне вот очень такое сложное место где вот одна стена заканчивается и другая начинается и мне нужно туда как перекрутить а тут еще и зона заканчивается хочу делать вот я думаю я оттягиваю себя вправо и опять опять влево появилась зона круто сейчас на скорость еще покажу и наверно уже на пушки перейдем по пушке да можно строить сеть отдельно а приносит еще стиль джамп и не сказал сейчас и про тележамп расскажу и за счет стрейфа 2 300 в конце за полминуты причем еще с раб с рапами было она все-таки покажу еще некоторые таки пару карт интересных чисто если вы стараетесь там проходить карту максимально хорошо и вот она идет по всем зонам одна другая если очень хорошую скорость набрать реально очень хорошую то что мы видим мы видим прямую влево вперед вправо да и вроде бы мне так и нужно поворачивать а у меня большая скорость что делать ну блин забрасывать скорость поворачивать идти так далее а вот это расстояние очень большое вот бывает такое что если скорость очень большая то нужно попробовать перелететь может быть даже иногда маппер не задумывал такую вещь на этой карте возможно прыгаю на самый кончик лечу через пропасть и сразу на финиш то же самое есть все такие карты все по стандартному набирается скорость вот здесь очень так интересно в одну в одну зону использую чуть-чуть другую причем там на кончик приду а вот здесь тоже ваша огромнейшая пропасть но если коснуться вот самого края имея огромнейшую скорость то можно обогнуть вот этот тут угол и коснуться уже сюда причем это сделать тоже можно разным образом то есть чуть меньше скорость чуть больше да но в итоге это вот идеально получилось так скиллово выглядит просто через пропасть и а насчет демка интересная стандартное начало где-то у меня видео было с этой демкой да да ну вот я иду еду 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 и дача мне нужно перелететь через вот рампу то есть вот она рампа вот этот рампа опять же если я прыгну ровно по ней я подлечу очень высоко потеряю сильно скорость это будет невыгодно а мне нужно что мне нужно перелететь вот стол тут крышу чтобы перелететь я должен подобрать такой угол вот на эту рампу чтобы перелететь и при этом низко перелететь чтобы не очень сильно потерять скорость получается вот так вот кнопкой вперед оттягиваю скорость так и и прям перелетаю как бы как полагается вот довольно таки близко находится слава богом слава богом не без у бога конечно тут невозможен да а вот тут вот интересно у меня скорость 1230 и как бы и там дальше очень статурные повороты поэтому я просто делаю чё перестаю расти скорость просто подали вперед жму и вот теперь будет серия сложных вау бога вау бог это прохождение насквозь угла попадая прямо в упор к нему не отпуская кнопок и нажимая прыжок ты проскакиваешь насквозь угла то есть по диагонали срезая его это называется вау бог да то есть это менее если касаясь перед стеной прямо и потом касаясь собой титры мне дается определенное время пока я могу и ну как будто стирак чтобы не останавливала а я могу плыть вдоль нее вот стена как казалось бы стена должна сейчас остановить меня но нет но дается возможность чуть-чуть она и и его 5 вау бог тут очень важно скорость не растерять да вот а тут вообще получается 3 вау бога сразу ну то есть на самом деле один вау бог как бы дается время как бы один обогнуть стену поэтому неважно там сколько срабатывает одну вторую главное чтобы время хватило ооо ну ладно да здесь здесь и тоже сильно не перерачиваю скорость потому что я могу упасть в эту воду прям до кончик коснулся стрейф конечно ваш конченый трудо с ним ну да есть еще кстати карты где нужно распрыгаться в начале на старте то есть есть определенное место где можно сначала набрать скорость сделаю прыжок по кругу пробегаю и вот касаюсь старта теперь бегу вперед стандартный стрейф стандартный стрейф Круто Еще есть такие узкие карты Когда все очень-очень близко Это все очень потяжело Но при этом скорость нужно наращивать Вот эта карта должна вам понравиться тем, кто смотрел прохождение Чижового Например, на дне Ален Бейс, да Очень красивая карта на хороших настройках На стриме графон в идеале трудно передать Но тем не менее Тут падаю вниз Причем заранее специально кнопкой влево сместил свою траекторию И потом еще сейчас на маленькую рампочку Опять же, вот моя скорость сейчас направлена сюда Я могу сейчас врезаться Но кнопкой вперед оттягиваю себя вправо И получается не коснуться А мало того, еще и сужаю зону так, чтобы здесь стрейфить И теперь дальше мне нужно еще попасть в этот маленький пролетик Вот отсюда до сюда А при этом нужно еще найти такую траекторию, чтобы хорошо стрейфить Вот это так нормально, потому что иначе бы я просто врезался Вот тут я уже максимально использую эту зону Чуть-чуть вот эту маленькую зону использовал Клопкой вперед поворачиваю на эту зону Потом влево И вот тут очень сложный поворот Этот упуск Значит, нужно упасть вниз Отдалить траекторию залета тоже вниз Отпустить кнопку вперед на какой-то момент И войти как бы под углом вниз-вдаль Дело в том, что моя скорость 1000 А мне нужно упасть вниз И причем, видите, здесь вот потолок То есть я могу врезаться банально в него, если я поверну Для этого, чтобы не врезаться, я должен спускать скорость Если бы я нажимал кнопку назад Я бы просто коснулся бы вот этой вот поверхности Тоже бы не упал Поэтому единственный способ Это сделать боковым стрейфом тормозить То есть теоретически, да, вот Если бы мой прицел находился бы здесь Я бы сейчас поворачивал бы нормально, но нет Я направляю сюда Вот тягу И моя скорость вот сейчас вот очень-очень сильно падает Очень Ну вот, но при этом снабхуд возвращается И вот здесь еще даже чуть коснулся вот этой штуки Но в итоге я миновал вот этого вот потолка И здесь уже как бы тоже, чтобы не вредиться в ящики Ну вот нашел зону В этой можно прострейфить чуть-чуть Дальше немножко в этой А, дальше я не могу стрейфить, потому что мне нужно обойти вот эту фигню Потому что тут очень узко, очень тяжело Тут даже немножко промахнулся Не суть, страшно По ящикам даблджамп И тут тоже интересно И тут тоже довольно жестокая Да, вот на эту рампу падаешь, тут тоже скорость дополнительно наращивается Да ладно Да, видишь, 330 дала Ну за счет чего я арку выиграл? Тут надо несколько фреймов Ой, господи Прощение Да, аркалон прошел точно так же, только он не коснулся там Поэтому Ну на самом деле можно здесь еще немножко выжить В итоге получается вот так все Изи гейм Очень тесная карта, но красивая Тесные карты, да, это очень сложные И не разгуляешься стрейфом, но при этом нужно находить оптимальные зоны И постоянно куда-то поворачивать Вот это самое ужасное Ну та карта, конечно, красивая получилась То есть просто она не выжата Сейчас тут максимальные шейдеры неправильно отображаются В другом движке Не, аркалон швед Сейчас покажу ее Вот этот дизайн, да? Ага Непонятно там что Блин, мне же захотелось такую карту сделать Как же я люблю трезайфер Я хочу Похоже на опыт Тяжелого, ребята На карту На игру Тяжелого Добавить бы здесь детализации Где-то раза в полтора И от чужого вообще не отличить Еще одну карту покажу На этой карте Стандартно то, что я не буду сейчас рассказывать про стрейф Потому что я уже по нему рассказывал Сложность здесь друг другая Вот здесь Есть маленькая рампа И на любой рампе всегда можно словить оп Оп, когда ловится Ну, называется low jump На рампе И это такая штука При которой Получается Если на определенную высоту прыгнуть Ну, то есть С определенной скоростью На рампу На определенную точку То Скорость не срежется И чтобы так сделать Вот на этой карте Чтобы его делать стабильно Что нужно сделать Нужно иметь определенную скорость Вот, 1390, например Коснуться определенной точки И тогда Если идешь по прямой То ты найдешь ту самую точку Да На которой можно стабильно ловить low jump Оп И скорость не упала Хотя это была рампа Но дальше Скорость слишком большая Ну, как бы Чтобы делать дальше Double jump И поэтому Что делает Arcaon Он нажимает Кнопку влево Сильно тянет Вот, рывком Чтобы снизить скорость 1400 Сколько там До 1374 То есть Это не просто рывок А вот именно Специальное Определенное количество Упс сбить Еще стеночка Немножко снижает И в итоге Его траектория Такая Что вот он И в эту стену Не врежется И заюзает Все зоны Максимально Еще бешеная демка Угу Я Когда и поиграл В принципе Я понял Что там Можно стабильно Делать low jump Но на этой карте Еще Есть другая Возможность Давно Играл На ней Очень Не буду Начало Показывать Сносительно Стандартная У меня У меня Получилась Скорость Не 1390 А 1360 Коснулся Я В принципе Той же Самой Точки Да Но Скорость Другая И соответственно От этой точки До вот этой Моя скорость Не позволит Коснуться Той же Самой Чтобы Словить Low jump И поэтому Что Из 1390 У меня Скорость Падает До 1300 Еще Подкидывает Сильно А было 1390 Ага Ну Тебя же Подкинуло Выше Да Подкинул Выше То есть Не словил Low jump Потому что У меня Была Исходная Скорость Другая Что Тебе Это Дало Ничего Не Дало Я Неправильно Сыграл Но Я нашел Другую Фишку Я Нашел Другую Фишку Ну Здесь Тогда Мне Скила Не хватало И Я Нашел Другую Фишку Какую Если Здесь Имея Скорость 1350 1340 Да Примерно Зайти На Вот Эту Горку Таким Образум То Можно Словить Здесь Рандомный Оп И Вот Он Самый 630 Раз 785 И И Не Нужно Было Там Делать То Что Делал Варковом Это Даже Простопут Не Знал И Тоже Прошел Карту Неплохо А вот Если Сделать То И Другое То Можно Еще Значительно Улучшить Рекорд Если Не Перейдеть Так Ну Теперь Давай Все Так Про Волджет Эти Быстренько Скажу Блин Хотел Очень Много Что Рассказать Терри Джампы Еще Штука Терри Терри Порт Джамп То Есть Когда Вы Попадаете В Терри Порт То Все Таки То Включается Такая Возможность На Земле Быстро Быстро Набирать Скорость Рывком Буквально Вот За Один Рывок Буквально За 200 0 За 02 Можно Добрать Вот 700 Уже Тоже Само Делается Со Следующим Терри Джамп Оп На Земле Надо Нагорать Как Можно Больше На Земле А Только Потом Нажимать Прыжок То Есть На Земле Можно Нужно Набрать Скорость Именно Рывком Потом Нажать Прыжок И Только Тогда Уже Включается Стандартная Физика Воздушная Но Еще Здесь Такой Один Нюанс Дело В том Что Если Сразу Нажать Прыжок То Есть Вышел С Телепор Да Сейчас Покажу На Этой Карте Вот Я Захожу Телепорт Дело В том Что Прошло Там Буквально Три Фрейма Да Вот Если Я Сейчас Сразу Начал Двигаться Влево То Мне бы Не сработало Этот Самый Тележап То Есть Он Начинает Работать Только Через Определен Количество Фреймов Я Не Помню Сколько Но По Моему Четырех Пяти Вот Вот Теперь На 56 Я Начинаю Двигать Именно На Земле Быстро Даже Стоп Отключаю Двигаю 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 Но Если На Предыдущей Карте Можно Было Продолжать Двигать Я Бо Ушел Влево То На Этой Карте Мне Нужно Вперед Чтобы Уйти Вперед Мне Не Могу Излишне Оттягивать Влево Поэтому Что Я Делаю Я Нажимаю Примерно 660 И кнопкой Вперед Уже Оттягиваю Себе Вправо То есть Вот Возвращаем Мою Скорость Вправо Достигнув Пока Когда скорость Вернулась Уже Сюда Я Могу Начинать Стрейфить А Здесь Еще Такой Один Нюанс На Соответственно Не знаю Я Как Нему Прыгивал Все Время Перелетал Яму Дальше Причем Если На Кончик Попасть То Можно В Эту Врезаться Вот Нужно Где-то По центру Его Приземлиться Еще Дальше Вот Эту Зону И Спользую И Следующую Вот Дальше Воллбак Так Ну Именно Про теледжамп Если Так Рассказывать Если Так Посчитать Сколько Нужно Движений Сделать Вот Именно Движений То Есть Первое Подождать Пока Начнется Работать Тайминг То Войти В телепорт Первое Чем У тебя Скорость 400 Потому Что Стартовая Скорость При Выходе Из Телепорта 400 Всегда Я узнал Для себя Что-то Новое Первое Заходим В телепорт Второе Ждем Когда Начнет Работать Таймер На земле Это Примерно Четыре Фрейма После Этого Нажимаем Кнопку Третья Нажимаем Кнопку Вперед Вбок И Одновременно Тянем Мышку Вбок Пятое Там Доходим На Блюдной Скорости Нажимаем Кнопку Вперед Только Влево Уходим Сразу Женовременно Нажимаем Кнопку Прыжок Поворачиваем Вперед Чтобы Оттянуть Скорость Вперед Ждем Пока Она Тянется Следующее Нажимаем Кнопку Вправо Чтобы Начала Работать Эта Зона Это Только Прошло Полсекунды Дальше Здесь Можно Было Тоже Перейти В следующую Зону Но Я почувствовал Что Достаточно Было Чтобы Сюда Приземлиться Нажимаю Кнопку Прыжка Оттягиваю Немножко Вбок Тоже Себя Вот Она Перемечается За зону Чтобы Словить Ее Вот Примерно Такую Когда Она Заканчивается Соответственно Либо Можно Перенести Либо Продолжить То есть Это Уже Две Секунды К Первой Капачка Капачка Про Снап Худ Ничего Не Говорил Про Снап Белый А Он У тебя Зеленый Я Не Об этом Так Сейчас Я Не 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 Ладно Говори Пока Так Про Эту Карту Конечно Не Буду Сейчас Толго Дотратить Времени Рассказывать Хотя Много Очень Интересного Очень Сложная Карта Довольно Таки Узкая И Скорости 1078 Которые Я Набрал Это Довольно Таки Много Поэтому Нужно Ее Сбросить Сбрасывать Опять же Я могу Кнопкой Вбок Рывоклевком Либо Кнопкой Назад Но Излишне Влево Сейчас Двигаться Не Стоит Поэтому Или Право Поэтому Лучше Кнопкой Назад Я Кнопкой Назад Чуть Жму И Теряется Скорость До 1000 Примерно И Вот На Скорости 1000 Поворот Проходится Причем Тоже Чтобы Пройти Дальше Удобно Я Должен Коснуться Не Не Взл Багом А Вот И Уже Сюда Вот Именно Значит За Вот Эту Стенку И Не Врезаться Вот В Эту Очень Важно Здесь Опять Ну Там Все Любая Траектория Она Конечно Подгадывается Тем Что Как Будет Дальше Карта Развиваться Я Просто Сранее Рассказываю Что Например Если Сюда Костул Су То Дальше Траектор Невыгодно Если Сюда То Баг Может Не Получиться Поэтому Нужно Ровно В Центр И Здесь Тоже Самое В Принципе Улбак И Вот Этот Дальше Здесь Я делаю Тоже Теледжамп Но У меня Ограничение Стоит Слева И Я Могу В Него Врезаться Поэтому Я Набираюсь И Плюс Еще Потом Я Могу Перелететь Поэтому 544 Достаточно Просто Набираю Уже Засчет Стрейфа Скорость По Всем Зонам И Тут Тоже Чтобы Начинать Лединки Так На Воде Чтобы Их Перелетать Тоже Максимально Так Отклоняюсь Вправо И По Каждой Зоне Чуть И Использую Тут Надо Выбрать Траекторию По которой Прыгать И Траектория Прежде всего Формируется Из-за Скорости И Скива Которым Ты Обладаешь Если Тебе Нет Такого Скива То Ты Должен Прыгать По Другим Траекториям Точкам Платформам И С Другой Скоростью Я Рассказываю Про Максималист То Если Нормально Распрыгаться То Нужно Коснуться Этого Конца Этого Лединки На скорость 1050 Тогда Можно Долететь Вот До Края Сюда Если До Края Сюда Долетаем Можно Долететь До Вот Этой Уже То Тут Все Так Вмеряется В принципе В процессе Игры Но Тут Очень Сложный Поворот Его Нужно Проходить Воллбагом Поворачив Поворачив Если Я Силь Заверну Я Могу Или Раньше Время Начну Заворачивать Я Врежу Сюда Тогда Меня Воллбагом Не Принесет Не Остановит Поэтому Я Не Должен Затая Штучка Выделяющаяся Не Нет Потому Что Чтобы Был Воллбаг Нужно Сначала Коснуться Земли А Потом Уже Прыгнуть А Я Не Коснулся Земли Я Влетел Высоко Поэтому Вот Эту Стелу Я Могу Пройти Воллбагом Потому Что Я Здесь Коснуться Здесь Но Коснуться Сюда Я Не Могу Потому Что В Это Врежу Там И Не Хватит Таймера Вот Пример Отсюда В принципе По Геометрии Я Вижу Что Могу Принципе И Сюда Коснуться Да Я Врежаюсь В одну Вторую Меня Протягивают А дальше Дет Разворот На 360 Разворот На 360 Означает Полную Потерю Скорости То Мне Нужна Свою Скорость Полностью Перенаправить Час На 360 Налево Чтобы Это Сделать Ну Как Бы Как Бы Я Не Старался Это Невозможно Полностью Сохранить Скорость Все Зависит От Того Какой Поворот Будет И Поэтому Рывком Тоже Особо Не Сделаешь Ничего Поэтому Что Делаю Кнопкой Назад Торможу Насколько Это Возможно И Одновременно Поворачиваю Рывком То Рывком Я Тоже Рывком Сколько Сделал Градусов Примерно 40 Градусов Потому Что Если 90 Рядом Обрежется Полностью Скорость Обрезаю Так Чтобы Хватило Примерно Настолько Тоже Неплохо Ну И Дальше Уже Час Ничего Особенного Нету Каждая Карта Сложна Тем Что Здесь Пол Сломанный Вот Например Здесь Куда Нужно Приземляться При такой Скорости Сюда Тяжело Долететь И то Например Сюда Если Касаюсь То Могу Врезаться В нее Например Мне Просто Повезло На самом Деле Если Я Коснулся Сюда И Не Задел Так Какой-то Лакер Вообще В эту Дырку Все Время Падал Я Просто Десколько Раз Прошел Карту И Поэтому С Десятого Раза Получил А Серьезно Мы Думали С Первый Десятого Года Третий Раунд Вот Сложно Здесь Разгоняться После Тормоза Такого Резкого Очень Сложно Ну Да Не Просто Так По-моему С этим Все Есть Еще Такое Понятие Как Панки Буст Его Довольно Таки Недавно Открыли На самом Деле Работает Он Следующим Образом Вот Видите Эту Лесенку Казалось бы Обычная Лесенка Но На самом деле Не Обычная Лесенка Здесь Поверхность Самой Лестницы Она Неровная Она Чуть Под Уклоном И Когда Касаетесь Дабл Джампом Таких Поверхностей Одной Потом Другой То На Каждый Следующий Это Рассабатывает Как Слик То Есть Поверхность На которой Можно Быстро Расти Скорость Поэтому Когда По Такой Лесенки Сейчас Дабл Джамп Сделаю У меня Очень Быстро Вырастет Скорость 700 На 500 Упс Почти То Есть Карты Например Вот Такой Вот Стандарт Все Очень Стандартная Карта Но Вот Здесь Есть Такая Штука Когда Рядом Две Рампы И там Три Несколько Опять Если Если Я Касаюсь Здесь Сделаю Дабл Джаб На Рампу И при Этом Попадаю На Следующую Вот Я Туда Следующая Проскакивают Как Снослики И Добавляется Небольшая Скорость Бонус Да Ну Да Попасть В эту точку Это Очень Трудно Ну Я Понимаю Трудно Поэтому Например На Таких Лесенках Это Просто Сделать Ну Нужно Просто Как бы Стрейпить Да По ним А вот По тем Да Это Уже Нного Сложнее Но При Этом Кстати Сколько Добавилось Сейчас Посмотрю Так Скорость 1470 Так 1385 Потому Что Я Коснулся Рампа Именно Разумеется Разумеется Рампа Сбавляет Скорость 1383 Ну Так Как Я Делаю Вуллбак Об Вот Эту Стенку То Сейчас Меня Снесет На Следующую Поверхность А Вот Следующая Поверхность Сыграет Уже Как Слик И Смотрим 1380 Раз 1465 То Есть У меня Добавилось Да Ну В 80 Бред Что Это За Ересь Вообще Ну Поэтому Раньше Почти Никто Так Не Использовал Но Сейчас Ее Стали Поактивнее Использовать Трешний Повод Не делать Забили Рампа Не 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 Делать Дурацкие Карты Заметь Такие вещи Частели Когда Карта Встречались Бывали Раньше А вот Начали Использовать Фанки Буст На Ультике Недавно Его Назвали Только Так Недавно Есть Еще Такая Карта Вот Например Обычный Строй Карта Посмотрите Внимательно На нее Найдете Либо Здесь Фанки Буст Кто-нибудь Заметил По-моему Ты просто Коснулся Два раза Рампы Наклонный Вверх Нет Вот В этой Демке Фанки Буста Нету Я сразу Скажу Ага Я заметил Что Его Нет Но На карте Он Есть То есть В демке Нет Но На карте Он Есть А где Он На карте Вот Смотрите Внимательно Смотрите Где Есть Ты Замедляй Там Что Я должен был Увидеть Такое Количество Нажатий В разные Стороны Ну А вот Сфанки Бустом Ну Может Ты хоть раз Замедлишь А мы Играем На стандартной Скорости Я Прирост 0.4 Заметил Покажи Где Хорошо Я просто Интригу Немножко Сделал Показывай Мне Понятно Увидел Что Об этот Пиксель Ну Удаляю Дифраг Мы Видим Одну Рампу Мы Видим Вторую Рампу Если Я Сделаю Допл Джап На Вот Эту Рампу Меня Поднесет Воллбагом Вот Эту Штуку То Я Просликую На Вот Этой Штуке На Верх Рампе То На Скорость Смотрим 1470 Ударяюсь Об Рампу Скорость Сразу 1447 Воллбажем И Опять Скорость Возвращается Уже За счет Слика 1485 Чит Короче Только Идиот Может На карте Сделать Карты С Рампами Вверх Не Ну Согласись Не Каждый Заметит Согласись Просто Ну Заметить Не Заметить Но Зная О Существовании Этой Штуки Ты будешь На каждой Карте Где Только Увидишь Рампу Вглядываться Во Всевозможные Способы Увеличения Своего Реклама Ну а В принципе Карта Так и Проходится Что Нужно Глядываться На Ну Еще Немножко По Слику Покажу Все Таки Что Слик На Карте Ну Слик Если Я Двигаюсь По По Этой Поверхности Обычным Поворотом Да То есть За Один Фрейм У меня Скорость Преврастает Видите Огромное Количество С Огромной Скоростью Круто То есть Вот моя скорость Стартовая 320 Сейчас Должна Быть И Вот 300 Сейчас Появляется 3 517 557 84 Ну Парперост Порядка 20 Что Ли Там 30 Ну В идеале Там Может 10 20 30 Юнитов То есть Крубо говоря 100 Километров Час Набирается Там За Полсекунды Практически То есть Это Ну Если Так Сравнить С НФС Да Разница Очень Большая Казалось Вообще Все Так Быстро Как-то Происходит Непонятно Че Почему Скорость Растет Еще Таким Образом В итоге За 9 Секунд У Меня 4000 А пока По фреймам Рассматриваем Вдоль стеночки Вперед Влево Вперед Вправо Потом Боковым Стрейфом Выращивается Скорость Стартовая Линия Пересекается Уже Со скоростью 1100 То есть Маленький Участок Начало Да Уже Только Пересек Старт Скорость Огромная Но тут Тоже Нельзя Перебарживать Тут Работает В принципе Как Цегас Если Тишком Далеко Отдаляюсь То скорость Растет Плохо Поэтому Нужно Ближе Но тут Кстати Стабхуд Не работает Потому что Прирост скорости Очень большой Не два Юнита А там Десяток Поэтому Стараюсь Держать Вот так Вот Примерно Вот В этом Зоне Вот Сейчас Например Я тяну Влево Я хочу Сейчас Справа Нажать Смотрим Что Происходит Оп А вот Эта Штука Она еще Не быстро Появляется Двигается Назад Поэтому Если Я переключил Стрелки То Я еще Должен Не двигать Какое-то Время Прицел И только Когда Снабхуд Цегас Вернется Тогда Я уже Должен Буду Дальше Продолжать Стрейфить Какая Вот Особенность Причем Когда Мне Нужно По длинному Участку Двигаться Вперед А скорость Ворачивается Вправо Влево То Нужно Периодически Чередовать Сейчас Еще Другие Карты Покажу Сейчас На большой Скорости Покажу Будет ли Что-то Понятно Теперь Замедленно Спускаюсь По одной поверхности Дальше Переключаюсь Направо Тушка Налево Потому что Опять же Стенка Стенка Дальше Скорость Такая Большая Что Я уже Врежусь В эту стену Поэтому Я должен Немножко Сбросить Скорость А сброс Сброс Я рывком Рывком Сделал Скорость Упала Но при этом Моя траектория Выровнялась Трейфлюсь Вправо Скорость Очень быстро Опять Нарачивается Уже Угол Большой Большой А тут А тут Опять Рывком То есть На таких Картах Где узко Довольно Нужно Много Сбрасывать Скорость Именно Еще Сбросить Немножко Чудовищ Ну а вдоль стенки Можно еще Вот так Вот набирать Довольте Выгодно Есть карты Где вот Только немножко Слика Используется Например Вот эта Вот карта Здесь Распрыжка По старту Прыгаю На Слик Кнопкой Вперед Вылавливаю Этот самый Кончик Самый И со скоростью На 700 Начинается Слик Нарачивается Очень быстро Скорость Тут уже В горку Немножко Сейчас Она проседает Скорость Но в итоге 1285 Она имеется Ну а дальше Стандартный Страйв Сюда Одну зону Другую Тут тоже Нельзя переборщить Если бы Слишком Слона Сделал бы Сильно То Можно Врезался В эту стену Тут тоже Немножко Чтобы Правильную Традиторию Собрести То Приходится Отклоняться Одну зону Тут Доплджампу Когда вот Кривая Сильякарта То приходится Очень много Зон менять Конечно Так По стрейфу По моему Все Уже и так Перерасходовали Время Думаю Стоит Для Стоит Ли Сейчас Про Рокет Граната Плазма Рассказывать Или нет Соласт Да Да Сложно Ловить Все Моменты На Короче Давайте Стрейф Карта По Роке То Там По Остальному Уже Стрейф Давай Разберем Стрейф Карту Про Которую Ты Говорил Давай Ловите Все Моменты И Получается Что Игра Превращается В Сколько Раз Ты Попадешь В Нужные Пиксели Мышкой Чтобы Скорость Росла Так Как У Сильных Игроков Вот Сейчас Идет Чемпионат Де Франц Хаджа Вот Этой Карте Обычный Стрейф В Конце Интересная Такая Рампа Есть Еще Про Начало Расскажи Да Теперь Буду Рассказывать Подробнее Так Маппер Этот Кусок Сделал В конце Умышленный Или Как Обычно Как Обычно Конечно А Ну Ясно Он Для ЦП Ничего Не Делает Я Не Поделаю Что Здесь Старт Не Очень Правильный На Самом Деле Я Прыгал По Обычным Колонам Я Вот Здесь Постоянно Перелетаю Просто У меня Слишком Большой Скил Чтобы Не Если Ты Большой Скорости Перелетаешь То Нужно Вот Сюда Прыгать Потому Что Куда Ну Я Понимаю Но Я По Стандартам Прошел Если Рассматривать Нормальное Хождение Помедленнее Вот Расскажи Про Траекторию Стоит Про Траекторию Вот Тоже Да Имею Здесь Скорость 1050 А Мне Нужно Коснуться Вот Здесь Чтобы Я Успел Коснуться Не Перелетел При Такой Скорости Я Максимально Времо Отдалил Траекторию И Тогда Я Вот Уже Приземлюсь Вот Здесь Как Раз Где Нужно Тоже Самый А Вот Здесь Ситуация Иначе Здесь В принципе Я Не Ограничен Я Долечу Уверен Что Я Долечу Но Если Я Коснусь Например Дальше То Я Перелечу Следующий Пад Поэтому Я Тоже Удлинил Свою Траекторию Чтобы Коснуться Кончик Вот Кончика Я Скорость Здесь Тоже Не Перелетел Ну Излишней Скорость Не Набирал Чтобы Не Перелететь То Есть Не 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 Перелететь Нужно Траекторию Отдалять Ну Стандартные Принципе Правила Такие Здесь Все По Стандартному А Вот Тут Тут Очень Интересно Тут Я Та Сам Нужно Сделать Даблджап На Вот Эту Не Понятно Рывками Перематываешь Ничего Не Я Сейчас Покажу Лучше С Девмапом Так Сохранился Теперь Загружаю Карты От Этого же места То есть Я Лечу На Скорости 1280 Там 1300 И Могу В общем Любое Место Коснуться Отсюда До Сюда Не Важно Куда Дальше Мне Нужно Сделать Прыжок Сюда И Сюда На Вот Эту Маленькую Рампу Она Тут Вообще Елизаметная На самом деле Пока Я Не Заметил Рампу Думал Что Нужно Прыгать По Этим Штукам Потом Увидел Достаточно Здесь Прыгнуть Но Расстояние Здесь Очень Маленькое Даблджамп Однако Можно Сделать Если Постараться То Дело В том Чтобы Сделать Быстро Два Раз Прыжок Ну Есть Какие-то Ограничения Чисто Физические Нельзя На Мышку Нажать В Один Фрейм Прыжок И Следующий Фрейм Тоже Опять Прыжок Нет Отпустить Потом Опять Прыжок Есть Какие-то Физические Ограничения И Чтобы Было Время Больше На Прыжок Нужно Прыгнуть Например Как можно Раньше То есть Не вот сюда Например А На Самый Кончик Если Я Прыгаю Сюда На Край То Траектория Увеличивается И У меня Будет Больше Времени Отжать Клик И Опять Снова Нажать Уже Здесь Поэтому Нужно Стараться Приземлиться На Край Но Что Получается У меня Скорость 1280 Я Такой Лечу 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 И Перелетаю Хорошо Вряд Другой Лечу 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 Но Сбрасываю Скорость Например До 1100 Ну На Большом На Низком Тейм Скиле Я Сделал Прыжок Но На самом Деле Коснулся Я Сюда И Сделать Добал Джап Очень Тяжело Ну Я Пытался Нереально Практически Тогда Вариант Другой Тормозить Можно Думя Способами Рывком Мышкой И Кнопкой Назад Поэтому Я делаю Что Я делаю Рывок И Теперь Немножко Отдалил Траекторию И Как бы Уже Более Менее Вот Сюда Коснулся Ну В принципе Можно Так Подгадать Чтобы На 1100 Сделать Даже Рампинг Ну С Рампингом Позапрыгнуть Сюда И Уже Сделать Добал Джамп Залететь Наверх Но Это Только Бол Беды Дело В том Что Если Я Лечу По Этой Траектории Лечу Сюда Рывок Делаю Вправо Немножко То Моя Траектория Вот Когда После Дабл Джампа Будет Ну Примерно Моя Скорость 0 Равна То есть Направлена Только Вверх И Когда Я Прилетаю До Вот Этой Точки Я Успеваю Пролететь Набрать Скорость Только Вот До Сюда Примерно И А Финиш Находится Вот Здесь Соответственно Мне Еще Нужно Про Стрейфить Коснусь Финиша А Это Примерно Пролететь Отсюда До Сюда Когда Минимальная Скорость Порядка 0.4 Нужно В принципе Я сейчас Сразу Покажу Делку Наверное Хотя Я сейчас Не помню Где она Находится Ладно Поэтому Чтобы Оптимизировать Данную Дорожку Мне Нужно Что Сделать Мне Нужно Иметь Боковую Скорость В Эту Сторон Если Я Сделаю Добл Джамп И Уже Буду Иметь Какую Стартовую Скорость Вперед То Я Долечу Сюда Как Раз Вовремя То Наберу Высоту И В горизонтали Ровно Как раз К этому Уголку Чтобы Набрать Эту Скорость Я Должен Иметь Боковую Скорость Но Как Мне Иметь Боковую Скорость Если Я Лечу По Эту Траекторию Право А Влево Я Не Лечу Никак А Делается Следующим Образом Первым Делом Я Конечно Должен Сбросить Скорость Немножко Сюда Отдалив А Дальше Я Рывком И Таким Образом Как бы Я Покажу Сейчас Идеальную Демку Которая Записала На Реальном Таймскейле Просто Потренировавших Несколько Раз Получилась Вот Такая Демка Рывок Ну То Есть Скорость Направлена Сюда Рывок Примерно Вот На Такой Угол Обрезается Скорость До 177 Дальше Рывок Вот Примерно Сюда И Обрезается Скорость До 1050 И Вот Смотрите Касаюсь Рампы В смысле Сюда Да Этого Уголка И Уже Моя Скорость Примерно Может Быть Примерно По Двадцать Градусов Но Мне Еще Есть Время Выровнять Налево Я Немножко Влево Тяну 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 И Сохраняется Скорость 240 А Если Ты Не Нажал Вперед А Оставил Влево По Пример Продолжалось Быть Все Было Было Нормально Также Было 240 Просто Дело в том Что я Нажимаю Вперед Только Для Того Чтобы Обогнуть Вот Эту Стенку Я Ж Не Хочу В Ну А Уже Когда Записывал Реальную Демку То Есть Натренировав Концовку То Есть Уже Поняв Как Сделать Правильно Все Придумав Начало То Как В конце Буду Идти Дальше Придумал Концовку И В итоге Вместе Все Прошел Таким Образом Вот Она Скорость 1290 Но Я Здесь Что Сделал Не Так Немножко Я Отклонился Излишне Влево И Поэтому Обрезался Видно Что Тогда Я Уже Здесь Направил А Здесь Левее Ну В принципе Скорость Строн 1050 И Вот Как Раз Я Касаюсь Краешка И Моя Скоро Ну Угол Ну Не Динон Ноль Примерно Чуть Чуть Правее Конечно Поэтому Скорость Обрезается Не до 240 А 200 Ровно Ну А дальше То же Самое Выращиваю Скорость Правда Лучше Получилось До Очень Узкие Коридоры Всегда Себя Дискомфортно Чувствовал В каких-то Узких Пространствах В игре Когда Нужно Набирать Скорость Когда Нужен Небольшой Простор Повороты И комнаты Слишком Тесные И ты Не можешь Нормально Раскрепоститься Грубо говоря Неудобно Ужасно Так Ну Есть еще Все-таки Для теории Сайт FM FM По этой ссылке Здесь Все Все В цифрах Расписано Про Снапхуд Про Цегаз Вот он Тяга Куда Скорость Как Как Выглядит Он При Различной Скорости Цифры Данные Хорошо Здесь Вот Те самые Снапзоны То есть Представим Себе Все По Клеточкам Вот Он 2 52 Сколько То 2 56 Скорее Сего Справа Нет Не Здесь А справа Что По Горизонтали Это Просто Карта XY По Карте То Рисуем От центра Примерно Круг Диаметром 2,56 И Расставляем Что Если Находится Вот здесь Вот в этом Клеточке Оно Округляется До центра Сюда Если Вот здесь Уставишь Попало Сюда Округляется Помнишь Те самые Маленькие Штучки Маленькие Стапзоны Либо Сюда Округляется Либо Сюда 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 И так Дальше Это При Стандартной Скорости Воздухе Тут Много Информации Полезно На этом Сайте Писались Все Тексты Уже Миллион Лет Назад Прошаренные Потом Обновлялись На самом Деле Про Снапхуд Это Все Так Последнее Обновленное Но Вообще На этом Сайте Если Все Это Прочитать Если Реально Загнаться Потратить Лет Десять Своей Жизни Вы Научитесь Играть Как Мы Вот А так Конечно Это Все Очень Трудно Для понимания Особенно Если Вы Вообще С нуля Начинаете Ну В общем Что-то Здесь Определенно Точно Можно Для себя Найти Полезное Я Вообще Учился По Другой Специфике Я Смотрел Демки И Тупо Пытался Повторять Все Вообще Повторять От И до И Понять Где Можно Лучше Где Нет Когда Уже Освоил Сам Уровень Игры Определенный Ну Что Ну В общем Все Все Показали По Стрейфу Да Есть Еще Много Приколов Типа Вот Иногда Бывает Такая Карта Вообще Здесь Смещен Угол Обзора Вообще Невероятное Что-то Они Кажется Что-то Не То Тут Так Это Обычная Прямая Нет Горка Вниз Сейчас Ну Вот Смотри Вроде Прямая Да Подожди Вроде Туда Вверх Правильно Почему У тебя Нету Параметра Показывающего Оси XY По высоте Зачем Не Чтобы Понять Где 90 градусов Вроде Бо Я Поднимаюсь Вверх Ну Да Ну Поднимаешься Вверх А теперь Вот тут Как это Объясни Дожди Где пол То Вообще Где Прямая Просто Такая Наркомания Лютая Причем Если бы это была горка Скорость бы расшла После каждого прыжка На самом деле Она падает Но Прикол Еще в другом Смотрите Когда Двигаешься Вдоль Вдоль стены То Знаешь Что Здесь Какая-то Карта Конченная Ну да Там стена Не очень Понятная Сейчас Промотаю Это Бред Вот Смотри Вдоль стены Когда Если я перемещаюсь Вдоль стены То Моя скорость Если я выхожу За зону Следующую Да То Моя скорость Не будет уже Расти Потому что Знаешь Следующая зона Она просто Угол между ними 90 градусов Между Тягой И вектором Скорость Скорость Не растет Поэтому Все что Больше 1625 Скорость Не растет Вдоль стены Но На этой Карте Скорость Растет Почему Как ты думаешь Там какая-то Хрень У основания Стены Какая Ну какая-то Непонятная Горка Нет А что Есть горка Это же стена Нет Внизу У основания Здесь Дальше Наклон Нет Нет А какая Наклон Дело В том Что Угол Это Ось Вида Смещена Поэтому Как она Смещена Точно Я не очень Понял Сам Но При смещении Снабзоны Тоже Сместились Поэтому Там Можно Скорость Набрать Ой Еще Классная Карта Смещена 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 До идеала То есть Вот так Вот посмотришь Ну вроде бы Все Набирается Скорость Почему Понятно А когда Ты проходишь Карту Тебе еще Нужно Понять Как сделать Так Чтобы ее Набрать Оптимально Например Вот на этой Карте Чтобы сделать Даблджап Вот здесь И ты Хорошо Ну если Ты хорошо Разгоняешь Даблджап Не сделаешь Ты просто Врежешься В эту штуку А чтобы Делать Дабл Сделать Даблджап Нужно Удинить Траекторию А чтобы Удинить Траекторию Нужно Придумать Как Зоны Сделать Таким Вот Много Нюансов Отличных Особенно На больших Скоростях Да Вот По числу Ужампом Получилось О боже Самасшедшие Горки Да Это Карта Старая Старая Вот тоже Например Лучше Скажу Самым Началом Сразу Дается Этот Хейст Поэтому Скорость Очень Быстро Растет Так как Карта Старая То Обычно Здесь Сделано Под Старый Скилл Когда Люди Еще Не Очень Хорошо Играли И поэтому Все Имея Хороший Уровень Игры Все Перелетается И поэтому Здесь Как раз Таки Очень Выгодно Стартовать С уголка Там С небольшой Скоростью Буквально Вот Сделав Здесь Даблджамп Тоже Впереди Нужно Опять Даблджамп Но Чтобы Сделать Более Оптимально Нужно Зайти Под углом На него Под углом Примерно Заходится Здесь Тоже Вот Интересно Сделал Даблджамп Но Тут Справа Стенка Потом Еще Колонна И еще Колонна А скорость Направлена Сюда Поэтому Что я Делаю Я направляю Кнопкой Вперед Сюда Немножко Влево Оттягиваю Вектор Скорости Сюда Дальше Вправо Загибаюсь За эту Стенку И опять Влево Чтобы Уже Стратиться Я не понимал Прикола В чем Ну Красивая Вроде Как А здесь Очень Сложный Поворот Дело в том Что я Уже Повернулся На 90 Градусов Еще На 90 Но Этого Еще Не Все Еще На 90 Еще На 90 То есть На 360 Нужно Развернуться Нет Еще Не Просто На 360 Нужно Еще Продолжить Проворачиваться Потому Что Еще Нужно Вот Тут Тарикторию Выжить То есть Больше 360 Нужно Ну Все То же Самое Раньше Проходили Только Плюс Прыжок Там Все Получалось 30 31 Ну Да Было Такое 3G Велосити Ну Ну Что Когда Нибудь Сделаем По Оружием Что-то Интересное Ну Да Там Может быть И я Что-то Интересное Расскажу Надеюсь Почаще Будешь Использоваться Такут Ага Конечно Что Паузим Ну Да Спасибо Друзья За просмотр Напомню Что С вами Были Undead Zerk Undead Hawks Хотел Сказать Другое Это Был Первый Теоретический Гайд По Стрейфу И по Слику И по Теледжампам Впереди Еще Я думаю Много Чего Интересного Нам Предстоит Чемпионат Мира 2 Ноября Если Вы Знаете Про Наши Стримы И в частности Мои Приходите Обязательно На них Я буду После Каждой Карты То есть Каждое Воскресенье Да Каждое Воскресенье Где-то в районе 12 ночи Запускать Стрим Ну Я буду Запускать его Заранее Специально Чтобы собрать Аудиторию Но На этих Стримах Примерно 12 ночи Я буду Показывать И рассказывать О каждом Чемпионате О каждом Раунде Чемпионата Мира Текущего И Приглашать В эфир Людей Которые Будут Делиться Своими Впечатлениями О картах Которые Будут На этом Турнире Так что Если вы Вдруг Еще Не зарегались Или уже Зарегались Заходите На Dfc.q3df.org Ну И не забывайте Посещать Defrag.ru Где Много Чего Интересного Для любителей Квейка И Defragа Спасибо Хоксу За много Интересной Информации За тот Объем Который Он Выложил Временами Конечно Путался В своих Мыслях Потому Что Их Было Немало Да Очень Тяжело Сразу Все Объединить То Что Если Я Рассказывал Про Что Одно Было Было Намного Проще Тут Одно Вспомнил Другое Третье И Причем Некоторые Мысли Теорию Я Думал Очень Давно И Приходилось Пока Вспомнил Как Это Правильно Сказать Собственно Ну В общем Было Интересно В любом Случае Тем Кто Вдруг Это Посмотрит Не забывайте Подписываться На канал Оставлять Свои Комменты И Задавать Вопросы Возможно Мы На них Ответим Спасибо За Внимание Выкладываем Записи На Ютуб И В мою Группу Вконтакте